Скоро весна Знаю наши любви, океан Ты не одна, ты не одна Будешь этой ночью весна Скоро любовь, скоро весна, ага Люби меня, люби Жарким огнем Ночью и днем Сердце сжигая Люби меня, люби Не улетай Не исчезай Я умоляю Люби меня, люби 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дали блять кабардинцы ингуши Ладно, это я иронически сказал Да и конечно иронически воспроизвел На самом деле, что я имел ввиду Так это вот этот замечательный Мэшап Просто охуенно Я уберу череп Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок На хуй мне этот Амиш Верните меня Я нашел рыбу Я нашел рыбу Кстати, как можно по силуэту определить, что конкретно это за рыба? Что за рыбу была найдена? На мой взгляд, это не щука Да и не карп Блять, есть еще Тимфоторс 2 на СТС Он реально на СТС Блять Я просто проиграю это и начну наконец стрим Блять, а где? Сука ебаная Хуй та Драна Пиздец Драть Члены Ублюдки Молодежь Да Наклз Откуда появился тут Нак Ладно, блять Фичеринг Наклз И Данте From Devil May Cry Все, наконец-то Блять, я могу заткнуть Эту шарманку Я сказал заткнуть Шарманка и бану Убери нахуй Свои дела Свои дела Мне сейчас не доделал На твоих Все, вот теперь я могу Быть Сом, если ты здесь Если ты вдруг Вдруг всерьез Че-то Какую-то хуйню Ну, типа Вдруг я какую-то хуйню Сделал И Типа Обратил на себя Ненависть Человечеству То мне хотелось бы Об этом знать Потому что я понятия не имею Последние четыре дня Наверное Может быть Дальше даже больше Я был в Анабиозе На анабиозатическом Состоянии Моя вегетативная система Пребывала в разъебе И Почему? А все из-за погоды Просто Метеочувствительные люди Это Слабые Хуесосы Которые должны умереть Да и я в их числе Вот Я уберу сейчас Наверное Бирайтбэк Если найду кошечку Где кошечка? Помогите мне найти кошечку Вот Вот Так вот Я никуда не заходил Ничего не проверял Нигде Не отписывался И вообще Мое присутствие В Жизни В сети В реальности И В любых Других проявлениях Пространственно-временной Бытийности Оно было Сведено к нулю Поэтому я нихуя не знаю Последнее Что я помню Это Что мне Бром написал Про озвучку Радиолампы Я так и подумал Йоу А может А как А как насчет того Чтобы сегодня Попробовать Взять И озвучить Несколько строк И посмотреть Как пойдет Насколько это просто Насколько это легко Насколько сломается Язык И Переломается Гортань Вместе с Вместе с Шейными позвонками И прочим Кукуручим Вот Еще из новостей Лейкер Привет С лейкером Я говорил Недавно Тоже Видимо В Делирии Потому что Я плохо помню Этот диалог Опять же Опять же Все тучи Это все Метеочувствительность Строго Строго Вегетативная Система Выньте ее Из меня И я буду Хорошим человеком Более Дееспособным Чем когда-либо Прежде Так вот Хочу сказать У меня возникла Идея По поводу Воков Которые Я никогда Не пил Не ел Не употреблял В пищу Вообще Не вставлял В себя Я даже не трогал Их Даже не Чувствовал Тепло Коробочки Я не видел Даже ни разу Коробочек Воков В жизни Своей Но Когда лейкер Показал Мне какую Годнотонку Пил Я подумал Что Почему такие порции Почему порции Именно вот Размером С С чем бы это сравнить Наверное с булкой хлеба Да Или вроде того Ну Зачем Почему нельзя выбрать себе Коробок Спич Спичечный коробок С Допустим Черт возьми Эмбоком Спичечный коробок Я бы его назвал Да Таким образом Ты можешь просто Вот тебе нужно перекусить Немножко Ты за 20 рублей Берешь спичечный коробок Либо другой вариант Просто коробка Для переезда Для посуды Для мебели Огромная Весом В 20 Либо 50 Килограмм Ты покупаешь Просто заваливаешь Ванну Все это И Проводишь хорошо Время Своё Я кстати Не должен быть Сейчас Такого цвета У меня цвет лица Почему-то красный Как будто я чувак На которого вы смотрите Через компот Вот так более Естественно Хотя комната Более Теперь Теперь Более Освещена Я не совсем Этого хочу Хочу чтобы Всюду Везде Тьма Была Просто Я в один Alone in the dark Вот Но если я буду Alone in the dark Я буду красный Розовый Вот такой Вот так Позовый Хорошо что у меня нет Дырки в подмышке В смысле Не в физиологической Подмышке А в тканевой Подмышке Я имею ввиду Вот здесь Именно В рубашке В подмышке Рубашке Шквар ли Забирать Стол Или стул С помойки Нет Абсолютно Нет Я Это Это Типа Угар Это наоборот Угар Это Значит что Ты невероятно Основитый Что ты Фундаментированный Человек И живешь По Хобо Вейв Я бы так Я бы так Назвал Бичвейв Или я не знаю Это как В дискоэлизиуме Отыгрывать Хобо Копо Это Охуенно Забирай Если Потому что Какая логика Какая логика У людей Которые На помойку Выносят Мебель Совершенно Целую Даже не пытаясь Ее продать На авито Или вроде того Типа У них все есть Им все Охуенно Им не нужно Даже обменивать Это на деньги У меня Самого Такой случай Был Типа Мать говорит Вот Стол У меня Заебал Этот стол Мы просто Новый стул Купим Нам И все Отнеси На помойку Пускай Кто-нибудь Заберет Вот И Только Не кидай В контейнер А просто Ставь рядом Она мне Так говорила Я пошел Поставил Ну я реально Думал Кто-то возьмет И Подумаешь Что это Не зашквар Ну и Реально Вот Именно С такими Интенциями Именно С такими Намерениями Люди Оставляют Около Помоек Целую Мебель Это может Звучать Смешно Уморительно Просто Вот как я Рассказываю Сейчас Ребята Разбирайте Тут на помойках Куски Бытовая техника Автомобили Микроволновки Черт возьми Все остальное На свете Все это Вы можете Забирать С помойки Да Но Важно Не то Откуда Вы забираете Что вы Конкретно Делаете Просто Подумайте О намерениях Тех Кто Это Здесь Оставлял Если бы Они не хотели Чтобы это Кто-то Забрал Они бы Бросили Это в контейнер Они бы Это продали За деньги Допустим И все такое Вот То есть Они оставили С тем Только желанием Чтобы это Кто-то Реально Забрал Вот Я оставлю А это Кому-то Пригодится И сделаю Добро И Типа Мне Типа Зачтется В Вон там Вот Хотя Там Ничего Не Зачитывается Потому Что Там Ничего Нет Так Я дом Готовил на Фаршем Фаршем И овощами Тот же Вог Но Конкретно Там Хэзэ Макарохи Топ Были Лапша Походу У них Личного Приготовления Персонального Из Персонала Потому Что Поэтому Называется Персонального Приготовления Личного Лапша Из персонала Челы С офиса Выкинули Челы Выкинули С офиса А я Что-то Затупился Про Сидз Продают Ну Блять Да Конечно Откроем Сейчас лавку Будем Лавку Около Помойки Будем Продавать Около Помойки Сидеть Посмотрите У нас тут 20 баксов Стоит кресло Покупайте Мы почти Не сидели На нем Мы сидели На наших Младших Сотрудниках Которые Думали Что они Будут носить Нам кофе Но Они оказались Сами Кофейными Столиками Черт возьми США Да часто Такое Постоянно Я Ролик С Телс Ставил С телеканала Где Всякие Реальти Хуитки Идут Вот Там Прям Было Про Такой Стиль Жизни Когда Вы Ну Тупо За бесплатно Нахуй Берете Вещи И все Такое Вот И когда Тучки Были Короче Вот эти Четыре Дня Я Находился В анабиозе Я Думал Может быть Дело В чем-то Другом Может быть У меня Какие-то Наркотики В крови Оказались Вдруг По какой-то Причине Или Может быть Какие-то Вещества Которые Я употребляю Просто Вот Ну Я хлеб Скушал Допустим Да Я получил Сахар Я подумал Что Дело Не в погоде Даже А В питании Я Решил Что Нужно Отказаться От сахара Чтобы В итоге Вернуться В колею Чтобы Снова Получить Энергию К чему-либо Что-то Сделать И Я Я проанализировал Некоторый Другой Опыт Предыдущий Опыт Моего Отказа От сахара И Прочей Другой Хуйни И Подумал Что Да Действительно Имеет смысл Порой Временами Отказаться От сахара Но Не Тотально Не Фатально Потому Что Например При моем Метаболизме Довольно Быстром Я могу Почувствовать Эффект От Снижения От Нормализации Уровня Сахара Уже В Рамках Я не знаю Там 6-8 Часов После Отказа От Него Ты Просто Становишься Более Внимательным И Более Усидчивым Но Тебе Как-то Вот Ты Без Искорки Человек Становишься Без Искорки Но Стабильным И Если Тебя О чем-то Спросят Ты Быстрее Отвечаешь Об Быстро И У меня Какие-то Сложные Сентенции Составлять Допустим Допустим Реально Там Параграф Какой-нибудь Хорошо Сложно Сочиненного Предложения Сделать Все Такое Вот Я думал Не о таких Мелочах Я думал О реальном Влиянии Сахара На Психологическое Состояние На Центральную Нервную Систему На Депрессогенность Сахара Как такового И Я Почитал Некоторые Вещи И Оказалось Что Вы не Поверите Максимально Ужасное Ужасающее Открытие Я сделал Совершенно Недавно Заключается Оно В первую Очередь В том Что Состоятельных На самом деле Исследований Нет Вообще По поводу Того Что это Блядь Убивает Нас Что это Как наркотик Что это Ебаный В рот Да Сладости Действуют Как наркотик Конечно Многие Так говорят Но Сейчас Скажу Бры-бры-бры-бым Бры-бым Резюме Несмотря на то Что пока Пока что Не получено Неполных Ни окончательных Доказательств Связи Добавленного Сахара С развитием Депрессии Но здесь Про добавленный Сахар Это имеется ввиду Не когда ты Конкретно Сахар Жрешь А сахар Добавленный В пищу Повседневному Имеющиеся На данный момент Результаты Имеют Большую бдительную силу По мнению Авторов работы Но они Нихуя не доказали Не только доказали Единственное Что повышенное Количество Сахара Влияет На Воспалительные Процессы Внутри Вашего Организма Соответственно Эти воспалительные Процессы Косвенно Могут Каким-то Образом Как Это Так называемое ВСД Влиять На ваше Настроение Допустим У вас Воспаление Сосудов Мозга Да Окей Это Это Вообще Ничто Оно Может Возникнуть Только В случае Если Ты Хронически Злоупотребляешь Сахаром Вот Просто Воспалительные Процессы Даже Не обязательно Что они В мозге Будут Они Где угодно Могут Произойти Просто Общевоспалительные И это Все Это Все Что есть Нет Ни слова Про Нейромедиатор Про Дофаминов Вот Стимулирует Дофаминовую Систему Мозга Но Нет Ничего Столь же Близкого Сколь Например Я не знаю Черт возьми Героин Какой нибудь Или Ничего похожего На сигарету Ничего Ничего Такого Что Действительно Могло бы Вас Убить И выбить Из колеи На несколько Дней Допустим Вы съели Подарок На новый год Коробку Со сладостями И что И что Вы будете После этого Три дня Полумертвым Сидеть Нет Нет Организм Чрезвычайно Быстрый Если он Нормальный Не Типа Без Без Диабета И все Такого Он восстанавливается Буквально За несколько Часов Я прочитал Ключевые Результаты И чё И чё Здесь вообще Ничего Нет Нормального Вот Конвергенция Множество Отдельных Результатов Они указывают На то Что потребление Способно Депрессионные Блядь А какие Какие Отдельные Результаты Они Перечислить Отказываются Выяснилось Критически Важным Физиологическим Последствием Потребления Добавлены Воспалительные Процессы Далее В организме И в частности Воспаление Может оказаться Может оказаться Оно может оказаться Ключевым Звеном Цепочки Но мы не знаем У нас не было Вы не проводили Достаточного Количества Исследований Потому что На такую хуйню Нам не выделяют Деньги Потому что Компании Более Как бы Эти Корпорации Заинтересованы В том Чтобы Продавать Сахар Чёрт возьми Они Финансируют Исследования Которые Оказывают Которые Показывают Только Положительное Влияние Сахара На нашу жизнь И всё Короче Нет Достаточно Репрезентативной Выборки Нет Огромного Количества Людей На которых Проводили бы Опыты Нет Достаточно Консистентных Мета Исследований Нет Нихуя Нихуя Того Что Говорило бы тебе Типа Брось Нахуй Ёбаный В рот Свой Сахар Сука Есть Нет Такого Это Вообще Смешно Вот Что Я Вот Какой Вывод Я Сделал Типа Если Ты чувствуешь Что Ты Обожрался Сахаром Конечно Надо Это Прекращать Вот Потому Что Злоупотребить Можно Чем Угодно Вот Тут И тут Ещё Люди Собираются Которые Очень Сильно Следят За своим Здоровьем Просто Форум С Ипохондрик Кстати Всем привет Кто Находится Здесь Сейчас Я вижу Новые Новые Имена Новые Никнеймы Которые Мне знакомы Так К сожалению Сейчас Не могу Прочитать Я Что хочу Вот эти Ипохондрики Они Очень любят Обсуждать Всё На свете Как Как Повысить Уровень Жизни Они Постоянно У них От Опять же Того Что называется Вегетососудистой Дистонии То есть Недиагностированное Какое-то Подавленное Астеническое Состояние У тех Кто здесь Сидит До Людей Которые Вот Буквально С Тяжелых Наркотиков Слезли С героина Или амфетамина И пытаются Восстановиться Между ними Где-то Вот люди С Большим Депрессивным Расстройством То есть Они Обсуждают Серьезные Вещи И Буквально Каждая тема Там Хоть Травка Хоть Даже Травка Набирает Несколько Страниц Обсуждения Там Какой-нибудь Подорожник Ёбный В рот И начинают Обсуждать И вот Здесь Здесь я нашел Тему Про сладости И тут Всего Две Страницы Люди Которые Обсуждает Все Что Угодно Даже Обычную Полевую Травку Которая Типа Якобы Положительно Влияет На Ваше Состояние Они Думают Они Думают Что Сахар И даже Не ставят Под сомнение Что Сахар Может Как-то Вот Консистентно Влиять На Их На Настроение Никто Не Отказывается Все Люди Люди Просто Радуются Люди Даже Не думают Про Сахар Ебаный Вот И Те Кто Отвечает Они Думают Сахар Заменить На Мед А чем Мед От Сахара Отличается Чем Помимо Помимо Того Что Помимо Сахара Еще Фруктоза И Некоторые Некоторые Довольно Полезные Нам Вещества Которые Мы Можем Получать Из Других Предметов Пищи Вот Люди Хотят Заменить Сахар На Сахар Ну Очень Круто Замечательно Беспокоятся О себе Тут Только Люди Которые Весят Тысячу Килограмм Вот Когда Проблема Начинается Однозначно Влияет Но Однозначно Влияет Но Только Если Человек Из-за Стресса Скуки Однообразия Делает Впрыски Дефамина Колоссальное Количество Сахара Утром Целую Шоколадку Затем Десять Конфет В полник Йогурт С булкой К ужину Еще что-то В этом духе И Для него Это проблема Это правда Но Даже он Не уверен Потому что Он думает Что у него Там еще Кандидоз Какой-то Он думает На сахар Когда у него Подозрение На кандидоз И паразитов Внутри Его тела Натуральных Он думает Что его проблема В сахаре Блять То есть К чему я веду Я только что понял К чему я веду Это Симптомы Похондрии Когда ты думаешь Что Из-за сахара У тебя Какие-то Могут быть Проблемы Из-за Умеренного Вот Ты с чаем Съел Какую-нибудь Хуиню Ебаную Даже если Тут был чувак Который Вот Банан И мандаринку Это не важно Был чувак Который За день Пять бананов Ел И очень сильно Беспокоился Об этом Господи Я съедаю Пять бананов В день Что же со мной будет Неужели я из-за этого себя так плохо чувствую Боже мой Это все сахар Он меня убивает Его в итоге разъебали На том же форуме Говорят Бля Бля А нахуй отказываться Совсем от бананов Там Клетчатка Она не Она не даст Твоему организму Такой впрыск дофамина Как обычные конфеты Это во-первых Во-вторых Откуда ты потом калий будешь брать Долбоеб В-третьих Там Триптофан Те Если ты Плохо себя чувствуешь Если у тебя там Нахуй Субдепрессивное состояние Те наоборот Те бананы показаны Хуя 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 Десять бананов Деньги Если позволяешь Если Если А Она тебе нравится Если ты любитель Блядь Напихать в себе Как можно больше Чертовых бананов Я аж Взапрел Немножко Обсуждаем Это все Вот что я хочу сказать Не бойтесь Сахара Не думайте Что он Что-то Прямо реально Вам Больно Сделает Сахар Это радость Сахар Это прикольно Но главное В миру Потому что Если вы будете Пытаться Получать Дофамин Из других Вещей У вас Будут Другие Привычки Довольно Вредные Допустим Некоторые люди Получают Дофамин От того Что доябывается До других Людей Вот Ой Мне так Хочется Я не буду Говорить Потому что Кто-то Может Обидеться Не знаю Кто-то Узнать Себя Может В этом Поэтому Не буду Ладно Ладно Не важно Не важно Я вот Просто Про сахар Рассказал Носконально Вроде Несильные Скачки Склонность Депрессии Да Это не Депрессия На самом деле Это просто Вот Ну как бы Смотри Изменение Уровня глюкозы Изменяй Скачок Ты получаешь Энергию Это как с кофе Ты получаешь Энергию Получается Поднимается Уровень глюкозы В крови Чувствуешь Буст После этого Энергия Просто немножко Падает Это не депрессия Это Падение В уровне Глюкозы И оно Ощущается Как падение Твоей энергичности Вот и все Не более Не более Ты не можешь Поймать Апатию Астению Или что-то Вроде того Если ты будешь Просто Есть Я не знаю Там 5 конфет В день Я не знаю 5 бананов Даже в день Мне кажется В 5 бананах Ежедневно Будет больше Жести Чем в 5 конфетах Ну смотря какие конфет Конечно Шоколад Вообще Показан Из Так же Так же Как и Бананам Из Триптофана Плюс там Эти каннабиноиды Есть Как оказалось Как я уже говорил Эквивалентное Короче Вещества Эквивалентные Тому Что есть В Как это Гаше В гаше Вот Энергия Резкий Башен Быстро Падает Да Но Она Не сможет Она Не сможет Тебя Повалить Прямо Резко Если Конечно Ты Не съел Это ведро Баскин Робинс Растаявшего Знаешь Ведро Мороженое В микроволновку Поставил Потом Все Залпом Выпил Этого Не может Быть Ты Не можешь Настолько Сильно Навредить Себе Этим Вот И Все Риль в голову Дает Смотри Да Если Овердозил Если Допустим Еще Ты Очень Давно Ничего Сладкого Не ел И Вдруг Тебе Перепала Конфетка Какая Нибудь У тебя Реально Морок В голове Возникает Это Это Правда Есть Но Этот Морок Точно Так Уходит Буквально За 20 Ну 20 минут Это Очень Много На самом деле За 10 Минут Примерно У тебя Нормализуется В уровне Сахара Ты Немножко Потом Это После Морока В голове Ты Такой Немножко Чуть Подавленный 5 минут Будешь А потом Обратно Вернешься Если У тебя С инсулином Все нормально Опять же Да У нас Все таки Не Ну У нас Все таки Большинство Населения Не болеет Диабетом Хотя Все грозятся Что Ой Скоро У нас 80% Людей Будут Болеть Диабетом У нас Даже Половины Нет Поэтому Нет Смысла Беспокоиться Смысл Беспокоиться Есть только Касательно Этой Расчески Потому что Я потерял Только что Еще один Зубчик Они Теряются И теряются Я думаю В скором Времени Мне Стоит Облегчить Участь Этой Расчески Как я уже Сказал Оторвать Сми Немножко Волос Чтобы Она Так сильно Не мучилась Причесываясь Тут и Обратно Есть Если Делать Физ Нагрузку Охуенно Въебывает И Сахар Не Скачет Это Правда Да Можно Наесть Сладкого И пойти Отжиматься Прыгать Рыгать Так Смотри На самом деле Ты все равно Почувствуешь Упадок Сил Потому что Уровень Глюкозы Упадет И при этом И при этом Ты еще АТФ Своё Затратишь Дети Маленькие Так делают Например Они Наедятся Сладкого Потом Бегают 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 Устают Очень сильно И устают Сильнее Чем Если бы Бегали Без этого Сахара Но бегают Интенсивнее Чем Сахаром Такие дела У меня Инсулино Резистент В смысле Ты ешь Сахара Которые Резистентны К инсулину Или ты сам Резистентен К инсулину Типа Инсулина У тебя Выделяется Но в нем Никакого Смысла Нет И твой Организм Такой Че это Блядь За молекула Такая Течет Лол Игнор Игнор Просто Блядь Инсулин Как бы Это Есть Выделяется Существует Но всем Похуй В твоем Организме Это Это уморительно На самом деле Это правда Может быть Но это уморительно Если так Подумать Гликоген Прожжется И будет Восполняться Восполняться Так вот Безумная Новинка Которую я Хотел показать Сегодня Это я не знаю Не знаю Дойдет ли До нее Но когда Дойдет Я скажу Какая Безумная Новинка О чем Я думал О чем Я Мыслил Прежде Некоторое Время Говорю В расческу Диктую Как В микрофон Вот Такие Вот дела Короче Да Кстати Здесь Блядь Ешьте Бананы Такой Вывод Пока Пока Такой Вывод Ешьте Бананы Ешьте Печенье С бананами Не трогайте Чужих Кошек Которых Трогал Другой Человек Только что Здесь На экране Вот Это то Что я хотел Сказать Что еще Нам еще Люди Пытаются Триптофан Жрать На полном Серьезе И думают Что Это что-то И в них Изменит Но Это Это тоже Бред Полный Очень много Наебаловы Есть касательно Барбинхаймер Подождите Как-то не Гидроген Жен Называется По-русски Как это Называется Бомба Разве Гидрогенная Нет Не Гидрогенная По-русски Хайдроген Бомб Секунду Бомба Гидро Да еб твою мать Хули Гидробомба Нах Гидравлическая В смысле Подождите А что такое Как гидроген Переводится Я внезапно Забыл Ты сахаров Нахуй Придумал А я забыл Гидроген Бомба Термоядерная Second generation Блять Просто перевод дайте Гель Водородная Бомба Точно 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 Вот Вот Что имел Водородная Бомба Водород Гидра Гидра Значит Вода А ген Значит Род Второе Походу Гликоген Так Это да Второе Походу ХЗ Так вот Барбингаймер Грядет Кто победит Водородная Бомба Или Дом Мечты Барби Интересно Я надеюсь Я сейчас не наткнусь На какую-нибудь Херню Которую нельзя Показывать Потому что Здесь Последнее время Твич Свои алгоритмы Поменял так Что превратился В Тикток Смешанный С Форчонгом Потому что Я Сегодня Только Сегодня Только Скроллил Некоторые вещи Мне Показывали Темную Сторону Природы Короткие Ролики Там Про то Как Лев Несет Оторванную Голову Зебры Или Как Камоцкий Варан Заживо Дикую Свинью Проглатывает Не то Чтобы Проглатывает Просто Пытается Разгрызть Все Охуенно Поэтому Я Реально Уже Боюсь Этого Твиттера Нахуй Он Все Более Жестким И Жестким Становится Вот Вы Думали Что Тут Прячется Эти Пусечки Всякие С Своими Флагами Нарядными Хер Там Хер Там Здесь Люди Которые Везут Цементные Блоки На Своих На Своих Пикапах На Своих Тойотах Тойота Эх Здесь Как Б Это Здесь Как Б Крузаки Здесь Как Блядь А Прикольный Ролик Я Просто Посмотрю Тойонка Тойонка Блядь Тойота Думает Что Они Сделали Довольно Приличный Пикап В Поздьях Восьмидесятых I love Че тут Написано В рекламе I love What you do В форме Люблю Что Ты Для Меня Делаешь И Как Его Используют Хочу Себе Пикап Тойота Блядь Никогда В жизни Машина Себе Никогда Я не Хотела Но После Этого Ролика Хочется Пикап Тойоточку Тойоточкой Возить В ней Вот эти Вот Синдерблоки Шлакоблоки Как же Охуенно Или Пулеметных Людей Пулеметные Люди И шлакоблоки У меня Прямо В кузове Разве Это не мечта Среднего Человека А можно Смеяться А можно Смеяться Нельзя Наверное Смеяться Да Средняя Температура В Японии По годам Нельзя Смеяться Че Я вообще Не понимаю Что За мем Что Это За палочка Такая Это Моя Расческа Типа Вот В таком Положении Не знаю Я не понял Мем Правда Что Они Имели Ввиду Что Они Имели Ввиду Что Они Могли Иметь Ввиду Они Не Могли Иметь Ввиду Ничего Потому Что Пов Потому Что Все Глупые Мемы Шутки Никогда Ничего Не Значит В каждой Шутке Есть Доль Долбайбит Ческой Бессмыслицы Абракадабра Вот Как Когда Вы Кастите Спел Какой Нибудь Куда Скажи Стреляешь Абракадабра Вот В каждой Шутке Есть Долечка Абракадабра Абракадабра Как известно Слово Которое Ничего Не Значит Прям Как Сосквитон Или Саксандык Прямо Как А Они Дум Блядь Каждый Своё Увидел Чё-то В этом Вот Кто-то Увидел Женские Ножки В колготках А я Увидел Например Логотип Апекс Твин Здесь Автор Мема Например Увидел Half-Life Вот И думайте Теперь Вот И думайте Вот И Да Да Делим Людей На Три Типа Half-Life И Потом Любители Долбоебической Музыки Апекс Твина Которые Живут В подвалах И Хранят Там Людей Которых Они похитили Зашел Магазин Подружка Купил Се расчетку За 200 рублей Королева Просто Просто Ты Лейкер Королева Нахуй Красоты Барби Настоящая Когда Барби Выходит Интересно Блять Я даже Не знаю Об этом Ничего Я Настолько Не в курсе Майкл Бэй Че Че За хуйня Подождите Я Дат Не знаю Нет Нет Дат У меня В голове Голова Моя Без Дат Интересно Когда Это кино Выйдет Наконец-то Уже Так Потому что Я знаю Что это Должно Быть В 2023 Году Летом 21 Июль Блять Еще Целый Месяц Ждать Нахуй Потом Барби Сука Надо В один День Наверное Все Смотреть Я так Думаю 20 Июля Блять А 20 Июля Это Какой День Недели Сука Еще Один Все Мне Придется Нахуй Идти В магазин Подружка И покупать Себе Теперь Новую Расчетку Потому что Еще Один Зубец Проебал Но Кстати Никто Не скажет Какой Где Потому что Дырки Остались В том же Положении Всего 2 20 Июля Это Будет День Когда День 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 Недели Называется Спим Тябрит Бубота Берез Барбар Боборник Четверг Получается В пятницу Можно будет Сразу Два Фильма Сходить Если Конечно Не будет Проблем С прокатным Удостоверением В России У кинотеатров Потому что Например У нас У нас В городе Например Были какие-то Проблемы С трансляцией Мультиков Про Человека Паука Сейчас Уже Нет Но В первое Время Только 20% Из 100% Кинотеатров У нас Показывали Остальные Не имели Права Остальные Не имели Права Нихуя Ни на что Блять Их закрыли Просто Если Они Если Они Попытались Что-то Показать В своем Кинотеатре Их Закрывали И Поджигали Вот А сейчас Все нормально Сейчас Можно В любом Кинотеатре Заказать Билет На тот Самый Ульти Который Почему-то Раньше Не хотели Показывать Везде Такие Такие Вот Очки В подружке Есть Да Блять Какая Подружка Ты думаешь У меня Подружка Есть В Омске Где-то Здесь Магазин Подружка Предоставляет Мне данные О том Где вы Находитесь Конкретно Вы В текущий Момент Ваша Задница Где Находится Так Вычислите Местоположение Доктора Лейкера Магазин Подружка Подружки Клиника Эпиляции Косметология Блять Я без волос Останусь Нахуй Я зайду Просто за Расческой И Мне эта Расческа Уже Больше Никогда Не понадобится Если я Зайду В эту Ебаную Подружку Понимаешь О чем речь О вот Прикольный Магазин ДФС Я не знаю Это сеть Которая По всей России Есть Или Может быть Он Только У нас Пока Что Но Здесь Совершен Сумасшедшие Продавцы Я могу Назвать Пока Что Две Сети Магазинов Где Сумасшедшие Продавцы Которых Явно Чем-то Кормит Либо Либо Экстази Либо Экстази Короче Что происходит Когда вы Заходите В ДФС Магазин Спортивного Питания Где Находится Питание Спортивное Спортивное Снаряжение Спортивные Люди Спортивные Продавцы Перекаченные Заходишь И на тебя Тут же Налетают И Чрезвычайно Общительные Консультанты Каждый День Недели Они Всегда Готовы Тебе Улыбнуться И Рассказать Обо Всем На Свете Вы Выкласть Тебе Целую Лекцию По Любому Поводу Не В ухо Я Раз Семь Наверное Заходил И Каждый Раз Они Просто Маниакальным Каким Они Реально Сидят На Запрещенном Спортивном Питании Каждый Раз С Манией Гипоманией Гиперманией Неважно Они Подходили И Начинали Облизывать Любого Покупателя Каждого Каждого Вообще Я Удивлялся И Некоторые Покупатели Они Типа Реально Ведутся На Это Они Не Чувствуют Себя Ущемленными Или Чет Типа Того Они Чувствуют Себя Не Уютно Они Наоборот Возвращаются Например Вот Я Замечал Там Женщин Уже Довольно Преклонного Возраста Не Уверен Достигли Они Климакс Уже Или Нет Не Скажу Но Они Выглядели Одинокими И Они Заходили Снова И Снова По По ним Видно Было Что Они Не Особенно Спортом Занимаются Но Конечно Не Особенно Запущенные Вот И Они Приходили Просто Ради Внимания Этих Консультантов Сумасшедших Я Таких Нигде Не Видел Ни В каком Ни В каком Эльдорадо Ни В каком Магазине С Одеждой Ни Техникой Ничего Только Спортивном Питании И В каждом Филиале Это Первое Второе Кассиров Но Чем-то Помягче Чем-то Помягче Чем-то Не Ярче Чем-то Помягче Чтобы Улыбка Была Поярче У них Несколько Несколько Филиалов Мною Было Засвидетельствовано Я покупал Свои конфеты Свои чертовые конфеты Которые Я покупаю Всегда Они Точно так же Называются Как и Магазин И Каждый раз Разные Разные Продавцы Тоже С невероятной Любезностью Вообще Несвойственной Нашему региону Несвойственной Вообще Нашему Миру Несвойственной Нашей Эре Или Если говорить Согласно Индуизму Юге У нас Сейчас Кали-юга Кали-юга Это Эра Когда Властвует Какой-то Аналог Дьявола Сатаны Убийцы Блять Мрази Вот Это Эра Которая Длится 400 С хуем Сотен 400 С хуем Тысяч Лет И она Не собирается Заканчиваться Короче Вот По индуизму В течении Кали-юги Идет Моральное Разложение Идет Озлобление Людей Общества И все Такое То есть Мы сейчас Согласно Этому Догмату От Начала Истории Известной Нам До Текущего Момента Мы Все живем В Возле В Гневе В Моральном Разложении И просвещение Нам Не скоро Еще придет Но если придет То надолго Потому что Кали-юга Одна Одна из Одна из Наиболее Коротких Эпох Наиболее Коротких Эпох В индуизме Из четырех Есть Эпохи Благоденствия Они Длятся Намного Больше Там не 400 тысяч Лет Допустим А миллион Лет Вот Но мы Уже Это не Застанем Но Наши Потомки Будут Миллион Лет Допустим Жить Благоденствия И мы Даже Не можем Представить Себе Каково Это Возможно Весь мир Превратится В ярче Или Дфс И все Будут Такие С улыбками Вот Ярче Всегда Тебе Дарит Классное Настроение Всегда Как-то Они Запоминают Каждого Кто Приходит Нам Да И О Здрасте А вам Как Обычно Да Вот Вы Семечками В этот раз О Вы Семечками В этот раз Взяли В этот раз Учтивые Люди Таких Я Очень Мало Где Видел Да Нигде Да Вочень Нигде Блять Ну и Нет Таких В массажных Салонах Мне кажется Люди Менее Мене Учтивые И более Грубые Чем Вот В этом Магазине Конфет Поэтому Опять же К слову О сахаре Сахар Делает вас Плохим Человеком Сахар Делает вас Злым Раздражительным Уставшим Посмотрите На людей Которые Работает В магазинах По продаже Конфет Я имею ввиду Не только Ярче Я заходил В некоторые Просто Ловчонки Где просто Написано Сладости Восточные Сладости Там Блять Западные Сладости Неважно Просто Конфеты Конфеты Печенье И Женщина С огромной Улыбкой Консультирует Это не Сетевые Магазины Это просто Типа Ипэшки По всему Городу Разбросаны Такие Я заходил В свое Время Просто Чтобы найти Что нибудь Интересное Новое Для себя И везде И везде Блять Одно и то же Везде Радость Закроется Через 59 минут О господи В прямом эфире Закрытие Супермаркет Вот Консультанты Такие Юлук Лонли Да Да В Ярче ЗП Хорошие Вроде как Хуй знает Но Если так Если там Еще и ЗП Хорошие То просто Блять Иди Устраивайся Просто Будь там Ну если я возьмут Конечно Я не знаю Какой По какому Принцип Там Отбор Делается Видел Видел Только одного Парня Который Работал В Ярче Ну просто Студентик Такой Ну вот И все А в основном Там женщины Веселые Добрые Женщины Добрые Тетушки Вот Добрые Тетушки Которые С Сладкими Улыбками Работают На Компанию Зла Какую Нибудь Как Бетти Крокет Лицо Того самого Интроверта Имагинировали Имагинировали Абсолютно точно Кстати Лейкер Ты Вот Я вижу Сидишь Блядь Пользуешься Стандартными Смайликами Твича Нахуй А тут Найтбот Только что Сделал Ссылку На Расширение И там Охуенное Количество Уморительных Смайликов Которые Тебе Понравятся От Которых Ты Не захочешь Никуда Уходить Или К которым Ты хочешь Уйти От Всего Остального Допустим Если у тебя Есть Жена Какая Нибудь Ты Уйдешь Или Уйдешь От своей Дочери К этим Смайликам Женишь Усыновисших Блядь Вот Настолько Они Классные Охуенные Если Ты Смотришь С Телефона То Рекомендую Приложение X T Pro Extra Это Короче Клиент Для Твича В котором Есть Сети Смайлики И Он Возбуждает Крайне Сильно Воображение И Я могу Накидать Тебе Допустим Смайликов Всяких Вот Здесь Понабрать Но Ты Их Не Увидишь Если Ты На Обычном Твиче Без Расширения Без Сек Хуйни А я Вижу Это А я Вижу А я Вижу Жижу Я Вижу Все На Свете Блять Тут И Патрики И Пепе И Хэви Блять И Скелеты С дудками Черепашки Блять И Мудрое Дерево Мудрое Дерево Есть Хотя Б ради Этого Хотя Б ради Него Вот Эту Тему Я не хотел Поднимать Но Я поднял Ее Почему Прямо В воде Нахуй Это Как Восить Когда Вводишь Читкод На то Чтобы Машина По воде Ездила И Вот Это Вот Происходит Пример Та же Самая Хуйня Вот У нас В городе Машины Блять По воде Ездят Представляете Представляете А у вас Это Типа Из нашего Окна Площадь Красная Видная У нас Из нашего Окошка Красной Площади Не видно Но Блять Машины По воде Гонят Ездят Катаются Проезжают Оформляют Так сказать Перемещение В пространстве Вот Скамейки Есть Блять Какие-то Че-то Это Вау Вау Сохраним Еду А нет Сохраним Культуру Еды 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 Библиотека Имени Кого-то На букву П Пригожина Панин Писуса Христа Блять Библиотека Имени Я думаю Так Не знаю Почему Она попалась Сюда А Тут Он Похоронен Иисус Христос У нас Тоже В городе Если Хотите Можете Приходить На Могилку Блять Я Недавно На дачу Ездил И Прогуливался По окрестностям И Там Был Подобный Крест Где-то Посреди Поля Около Леса За лесом Было Кладбище И У этого Поля Которое Стоит Между Лесом И Кладбищем Был Один Большой Крест И Вокруг Этого Креста Был Выкашен Весь Газон То есть Вся Трава Была Выкашена Так Что Ее Вообще Нет Там Даже Газона Не Было Просто Уничтожена Была Как Выжжена Трава Идеальным Кругом В этом Кругу Около Такого Креста На Который Я Сейчас Смотрю Лежали Вороньи Были Очень Красивые Но По-моему Они Были Искусственные Я Чуть Не Заходил В Зону Круга Потому Что Скорее Всего Меня Вознесло Куда Нибудь И Это Был Не Алтарь Поклонения Какому Какому Я Не Знаю Там Кали Или Вафомету Или Велесу Нет Это Было Не Зло Это Был Просто Обычный Православный Крест На нем Было Написано Вот Такая Табличка Была Здесь Будет Построен Собор Имени Того Того Но Черт Возьми Почему Вместо Того Чтобы Построить Собор Наверное Лучше Это Чем Построенный Собор У нас Там Который Он Вообще Не Нужен Никакая Церковь Тут Не Нужна Но Тем Не Менее Все Крипово Очень Выглядела И Тем Не Пусть Наверное Лучше Будет Вот Этот Перформанс С Вороньими Перьями И Яркими Цветами И Выжженной Травой Вокруг Креста Чем Вот Эта Залубка Коя Которая Стоит Нахуй Около Кладбища И портит Вид Портит Вид Хотя Не то Чтобы Там Жесткий Вид Есть Это Достоевский На которого В которого Нахуй Выстрели Так Вот Не то Чтобы Сейчас Вид Очень Жесткий У нас Много Берез Растет В городе Я думаю Это по всей России Сейчас Есть Такая Проблема Все Березы Сожраны Шелкопрядами Я Терпеть Ненавижу Березы В принципе И должен Радоваться Наверное Но Все равно С учетом Того Что Лиса Там В основном Растут Березовые Не хвойные Там Не тополины Не куриные Именно Березовые Березы Выглядят Еще хуже Чем В дефолтности Своей Чем В своей Дефолтности Они Хуже Выглядят Да Это Так Потому Что У них Теперь Нет Листвы Вместо Листвы Там Мохнатые Гусеницы Теперь Везде Абсолютно Они Весь Лес Сожрали Ты Заходишь В лес Ты Ни одного Листочка Не найдешь Если Речь Идет Про Древесные Листы Конкретно Чертов Берез Никто Этим Не занимается Никто Ничего Не делает Хотя Типа Есть способы Шелкопрядов Этих Кукушки Только Едят Но Наверное Теперь Мне Имеет Смысл Надеяться На то Что У нас Будут Плодиться Кукушки Потому Что Мне Очень Нравится Как Они Какие Звуки Они Издают Это Красиво И Напоминает Мне о Детстве Кукушки Лягушки Вот Но Для Лягушек Нужно Болото А Кукушки У нас Там Правда Завелись Уже И Можно Услышать Порой Очень Приятный Звук Кукования Можно Наверное Ради него Даже И потерпеть Вот Эти Вот Отдаленные Лысые Леса Шелкопрядами Короче Тема Такая Ты Либо Химикатами Их Поливаешь Но Химикаты Эти Скорее Всего Ветром Потом Будут Разнесены По Остальным Лесам Куда Это Не Нужно И Все Вытравится А Плюс Там Еще И Дачи Всякие Поселки Огороды И Скорее Всего Растения Которые Растут В этих Огородах Рады Не Будут Этим Пестицидом Вот Для Для Операции По Обезвреживанию По Уничтожению Шелкопрядов Нужна Типа Безветренная Погода Полный Штиль И Вся Хуйня В Принципе У нас Весь Июнь Такой Был Почему-то Никто Ничего С этим Не Сделал Всем Поебать Ну Сожгите Тогда Хотя бы Блять Эти Лиса Чтобы Не знаю Это мерзко Туда Сходить Некоторым Людям Которые Боятся Насекомых Например Я Не особо Не особо Потому что Шелкопряды Людей не едят Правильно Ведь не едят Зато Они превращаются В каких-то Летающих Козлов Потом Не знаю Как Выглядит Летающий Шелкопряд Ну Когда он Выкуклился Уже Я Не знаю Понятия Не имею Шелкопряд Тутовый Хуютовый Блять Они мерзко Выглядит Хуево Уберите Блять Не как Бражники Наху Так Хуже Бражники Красивые Могут быть Хотя бы Цветастые У них Не такое Огромное Брюхо И Огромные Крылья Огромные Красивые Крылья Не как У бабочек Скорее Как У моли Но Это как Боль Плюс Бабочка Равно Бражник Но Шелкопряд Пиздец Вот Посмотрите На эту Хует Ухар Хотя Кстати Если его Увеличить До Размера Дракона То Было бы Даже Прикольно Можно Было бы Оседлать И Летать На нем Как будто Ты Волшебник Из Слизерина Да Типа Того Вот что Я думаю Такие Мысли Я Высказал Не знаю Будут ли Они услышаны Кем Когда Либо Но В любом Случа Я рад Что они Не имеют Особо Смысла И Веса Поэтому Не обидно Будет А то Прикиньте Вот Ты говоришь Что-то И Для тебя Это Супер Супер Важно Я Никто Это Не Услышит Для Мне Это Не Супер Важно И Мне Похуй Слышит Или Нет Дубль Гиз Рекомендую Замечательный Сервис Охуенный Обычно Здесь В Дубль Гиз Проводят 15 минут От 15 До Час Супер Классно Я Потихоньку Стал Из Гугла В Яндекс Переходить Не знаю Почему Но Мне Не удовлетворяют Результаты Поиска В Гугле Ты Ищешь Там Гей Порно И В Гугле Не очень Классные Результаты Получаются Если В Яндексе То же Самое Гуглить Ты С Большей Вероятностью Найдешь Интересующие Тебя По-моему На одном Из Инсоларен Скульт Когда Искали Вот В Гугле Он почему-то Не индексируется В Яндексе Он есть Прекрасный И не скрывается Я тогда Я тогда В шутку Списал Это на статью Про надзорный Капитализм А мы Мы не можем Назвать Представителя Надзорного Капитализма Более явного И яркого Чем Гугл Ну Рядом с ним Разве что Яндекс Но Яндекс Хотя бы Как бы Да Не пытаются Яндекс Хотя бы Недостаточно Компетент Чтобы Чтобы Скрыть Свидетельство Своего Так сказать Внедрения В человеческую Жизнь В человеческую Жизнь Арсиан Конечно Можно пользоваться Еще Даг Даг Гоу Но Какой еще Прикол Хочу сказать По-моему Можно Ди Написать Просто А потом А нет Это только В опере Работает Вот если Вы Оперой Пользуетесь Можно написать Просто Букву Ди А потом Свой запрос И он Идет Не в гугл Он идет В дагдаг Гол Который Ничего не отслеживает Которому На все Пух Который Вы дает Результаты Результаты Только Чувствует Как В старые Добрые Времена Без Рекламы И прочей Параши Но Вы рискуете Не найти Что-то Что Ищите Допустим Что-то Популярное Давайте Прямо Сейчас Попробую Чем Загуглить Вот Если Я здесь Допустим Напишу Ин Соло Ран Культ Вот Здесь Этот сайт Не второй Он Пятый И При этом Первые Результаты Которые Выходят Они Очень Нерелевантны Вот Проблема Дагдагол В Нерелевантности Результатов Я вообще Не понимаю Где здесь Сочетание Слова Культы И Инсоларенс 7 Саймс 7 Знаков Того Что Вы Находитесь В Культе Что Вы Хотите Мне Сказать Об этом Ютуб Статы Ютуб Статистика Канала Инсоларенс Культ Вместо Того Чтобы Мне Показать Сам Канал Инсоларенс Культ Или Сам Сайт Тоже Странно Почему Эти Адреса Первые Выходят Поэтому Если Вы Что Хотите Найти Скорее Всего Вы Найдете На Вторых И Третьих Страницах На Сайте Но По крайней Мере Вот Люди Пользуются Мне Интересно Кстати Послушать Людей Которые Этим Пользуются Какие Они Имеют Профиты С Этого Вот Почему Они Этим Пользуются Что Им Нравится Кстати Если Россия Нажать Просто Интересно Я покраснела Или нет У меня Гиперемия Мне кажется Блядь Я очень Красным себя чувствую Ой Все Ой Не А где Мы Да Здесь Невозможно Найти Ничего Абсолютно А Нет Можно Ну Типа Я не знаю Сборник Мемов Нахуй Пора Жужона Находится Вот Слово Пикториал Почему Не Находится Потому Что Оно Еще Не Популяризировано Достаточно Мне Нужна Армия Шелкопрядов Чтобы Они Популяризировали Это Слово Пикториализм Течение В европейско Американской Фотографии Это Не То Это Совсем Не То Блядь Я Вижу Печеньки Какие-то Позвоночники Позвоночные Печеньки Печеньковые Позвоночники Вот Что Я Вижу Вот Здесь Я Увеличивать Этого Не Буду Потому Что Там 100% Хоррор 200% Хоррор Находится Внутри Блин Блядь Я Думаю Сделать Перерыв Или Не Сделать Надо Подкинуть Монетку Перерыв Или Не Перерыв Гогли Дай мне Дай мне Ответ Пожалуйста Пожалуйста Гогли Подбрось Монету Орел Перерыв Сука Нет Перерыва Блядь Без Перерывов Работаем Как Проклятые Нахуй В шахте По Добыче Я Не знаю Ментального Нахуй Воздействия На Человеческие Мозги Негативного Или Позитивного Не знаю Псиоп Пусть Будет Псиоп Я Хочу Сейчас Посмотреть Какие Еще Юги Бывают Может Если Стоит Продлевать Свою Жизнь Меня Спросят Хочешь Продлить Свою Жизнь На 100 Тысяч Лет Соглашусь Или Нет Потому Что Если Через 100 Тысяч Лет У нас Останется Калию Готов Будет Достойно Я Буду Смотреть На Моральный Упадок Общества Продолжать Хочу Продлить Свою Жизнь Настолько Чтобы Посмотреть На Другие Эпохи Что Такое Другие Эпохи Было Интересно Сейчас Почитать Какие Мышапы Я Еще Сегодня Находил Прикольные Дайте Мне Убери 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 Дай Это Не Прикольный Мышап Это Отстойный Мышап Но Мелодии Классные Которые Здесь И И И И И Думаю Так Сейчас Я Пару Моментов Сделаю Все Я Свой Хуй Сделал Так Кальюга На Юге Или Юга 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 Агра Юга Агра Так Вот Чем Что у нас Тут Кальюга Продолжительность Год Это ГД Я Не знаю Что такое Вот В годах Смертных Людей 432 Это Всего Ничего Это Крошка Маленькая Вот Что у нас Дальше Идет Цатья Юга Тето Трето Юга Блять А где А где А где А где А где А почему Как Описание Посмотреть Других Других Как бы Режимов Бытия А если Кальюга Это Ад Ебаный Четвертый В нисходящем Цикле Падение Нравственности Значит После Кальюги Идет Где Кали Сатья Трето Два Два Пара Кальюга Двойная Почему Кальюга Идет Потом Два Помара Юга Ну-ка Че Че У нас Дальше Будет В расписании Два Пара Юга Третий Из Четырех Блять А оно По часовой Стрелке Идет Или Нет Интересно Я Кстати Че Не Посмотрел Может Я Еблан Может Трето Юга Потом Если После Четвертой Должна Ити Первая Юга Если Кальюга Это Четвертая Значит То После Четвертой Должна Найти Пятая Блять Первая Пятая Нет Четвертой Из Четырех Значит Мы Идем В первую Сатья Юга Золотой Век Истинной Чистоты Согласно Преди Традиционным Представлениям Индуизма Ее Протолщители Составляет Один Миллион Пошли Нахуй Своими Блять Это Даже Не Мэшап Так Вот Значит Сколько Ждать Осталось Какой Сегодня Год В любом Случай Короче Нужно Заказывать Бессмертие На 500 Тысяч Лет И тогда Вы Попадаете В сати Юга И здесь Можно Жить Уже Просто Блять Перепиваю Хотя бы Посмотреть Как Золотой Век Атрибут В эту Эпоху Природа Отличается Щедростью И обильностью Человечество Живет Счастливо Никто Не пиздится За гравий Как в Тимфотер С2 Не Испытывая Заботы И повседневного Тяжелого Труда Нет Социальных Различий Как нет И государственной Власти Человеческое Общество Основано На полном Равенстве Всех Людей Всех Членов Общества Нет Это не Коммунизм Это абсолютно Точно Нет Коммунизм Это Изобретение Калиюги И оно Совершенно В сати Не может Быть Никак Использовано Хотя Очень похоже На коммунизм Почему На социализм Скорее Почему Аскетизм И равенство А равенство Аскетизм Чистота Правдивость Да ладно Чего Нет Никого Социализма Не будет Сати Юге Все будут Думать Читать Про социализм И что это Блядь За ахинея Люди Люди Реально Поэтому Дагмату Пытались Жить Когда-то Они Сумасшедшие Они себе Ат на земле Устроили У людей Существуют Качества Которые Являются Основой Религиозности Аскетизм Чистота Милосердия И правдивость Сати-югу Предписанной Духовной Практики Является Медитация Все просто Медитируют И чё Схонят Скучно Согласно Традиционным Представлениям Длительности Длительность Понятно Да Другие Идеи Протоложители Согласно Представлениям Про Пахан Ягананды Сати-юга Длится 4 800 Земных Лет Всего Длительности Реда Юге Следующая Короче Держимся 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 Живем Скоро Будет Скоро Все Образу Образуется Скоро Будет Век Чистоты Век Золота И век Не Ломающихся Расчесок Наконец-то Еще По поводу Своих Планов Хотел Еще Сказать Одну Вещь Классно Крутую Базирована Так вот Я посмотрел Че Другие Люди На Регулярной Основе Стримит Более Менее Плюс Минус В Твиче Я думаю Перейти Я думаю Стать Человеком Который Стримит Безумные Новинки Эта Безумная Новинка Является Валорант Я Думаю Перейти Валорант Полностью И Только Там Осуществлять Всю Свою Деятельность Потому Что Категория Общения Заполнена Скуфами Которые Под пиво Что-то Стримят Девки Тупые И Прочие Люди Которые Сидят В носу Ковыряются Почему Я среди Них Должен Быть Когда Я могу Быть В Высшей Лиге Высшей Лиге И Быть Валорантистом Правильно Ведь Это Игра Которая В себе Совмещает Получается Overwatch Counter Strike Team Photos 2 Все На свете Это Лучшая Видео На свете Это Вам не Хитмана Играть Правильно Хитман Это Никто Смотреть Не Будет Правильно Правильно Так Твич ТВ Посмотрю Еще раз Проанализирую Обстановку Потому что Надо Срочно Что-то Делать С Своими Мечтами И Стремлениями Потому что Я Так Никогда Не Ну Политика Я В политику Не пойду Нах Что-то Сумасшедшие Сидят Кстати На Любом Разговорном Стриме Про Политику Про Серьезные Темы Я Не Знаю Всегда Шизы Каким Находится Шизы В Комментариях Которые Постят Без Знаков Припинания Какие-то Сумасшедшие Вещи При Этому Потребляют Слова Знаете Как Как будто Они Знаете Пропалывают Тебя Галопом Гиша То есть Терминами Всякими Разными Узко Специализированными Терминами Которые Они Где-то Вычитали Которые Им Кажутся Умными И Все Такое Они Говорят Типа Ты Свою Телегу Гонишь А они Говорят Нет Это Все Неправда И Начинают Писать Какие-то Термины Просто Подряд 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 В Максимально Шизоидной Манере И Пытаться Тебе Что-то Донести Что Типа Ты Неправ На Сам Деле Баби Бува И Надзорный Капитализм Все Это Происходит Прямо Сейчас А Сахарные Дхармы И Калиюговые Шелкопряды Это То Что Делает Твою Теорию Невалидной Абсолютно Ты Неправ Поэтому Я Я Так Понимаю Я Вижу Так Эту Ситуацию И Доб 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 Вот Люди Стягиваются На Политические На Психологические На Научные Стримы Вот Такие Странные Сумасшедшие Их Как правило Потом банят Довольно Скоро Через Несколько Сообщений Потому что Они Занимаются Спамом Спамом Конченной Хуйни Ну и плюс Валоранти С кем Я буду С кем Я буду Соревноваться Блять Тут Блять Смотрите 18 18 4 Тысячи Зрители Блять Этого Мужика Смотрят Мне кажется Я ни секунды Не видел Этого Стрима Но Канал Вот Категории Которые Могут Вам Понравиться Какой Которые Могут Понравиться Человечеству Это Валорант Джаст Чатинг Финал Фэнтези Блять Почему Були Три Злителя Злителя Где Посмотреть Популярные Категории Реально Популярные Сейчас Недавно Вышедшие Игры На самом деле Другие Люди Скажут Тебе I Generate Spanj Блять Где Они Оказались Где Они Находятся Сейчас Какого Хуя Они В Чёртовом Чистилище Какая-то Преисподняя Голубая Морской Морской Ад И где И нигде И ничего Подождите И Spanj Ещё Один Это Майнкрафтовый Это Не Каноничный Это Не Правда А Это Это По-моему Тоже Не Каноничный Нет Не Тот Это Не Тот И Это Не Тот Не Те Где Fog Is Coming Профессиональные Игроки Так Вот Раньше Здесь Была Категория Короче Популярные Категории Вот Больше Её Нет Больше Ты Не Можешь Знать Категорию Популярные Теперь Твич Принял Принял Догму Что Типа Тренды Приходят И уходят И у нас Тут Есть Только Недавно Высшие Игры Street Fighter 6 Чё там Смотреть Diablo 4 Чё там Смотреть Как чувак На Левую Кнопку Мыши Вот Чё бы Я посмотрел Наверное Battle Beats А чё Остальные Люди Стримят Сейчас Которых Я отслеживаю Hankey Starrail Блядь Спидрайни Все Ивенты Которые Он Пропустил Project Зомбой Общение 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 Он Ли А Kingdom И Тис И Общение Хуй знает Мне Срочно Нужно Перерыв Сделать Потому Что Я Сейчас Испытываю Ишемический Блядь Приступ Все Ко Чё вам Поставить Starrail Тебе Не знаю Чё там Смотреть Да Блядь А почему Интернет Плох Работает Почему Он Не Хорошо Работает Отлично Не Отлично Я хочу Чтобы Он Был Классным Потому Что Я Живу Я пользуюсь Ростелеком А это Чё Программа На сегодня Готи Кук Ддд Чё Происходит Блядь Я не знаю Я Даду Комментарии Вижу Блядь И чё Я надеюсь Он Штаны Снимать Не будет Не защемило Порядок Чё он Делал Нахуй Полный Он теперь Прыгает Он теперь Прыгает По комнатам Раньше Нормальный Стример Офигеть Уже Столько Всего А он Достаточно Быстро Наверное Понятно Он видос По запросам Смотрит Блядь А они Все Этим Сейчас Занимаются Сука Они Все Одно И то Же Залуп Иваныч Ничего Они Заколебали Это Форсить Это Не смешно Отстойный Мем Для Ну Просто Одноневка Нахуй Чтобы Высмеять Один Раз На Российский Кинематограф Вот И все Хули Тут Разбирать Вот Хули Тут Делать Это Реально Мем На Выходной Просто И все И с ума Сойти Они Еще Тут Разбирают Блядь Две Картинки Нахуй Добро Пожал В чат Щепотка Майнкрафт Из Май Лайф Ладно Ладно Пусть Загрузится Ладно Пускай Ля Будет Я Сейчас Вернусь Сейчас Буду Я пойму Потому что Это Поезд на 30 поставить Каждый раз Меняется Еще Класс Чеки Ну я не тупой Спасибо вам большое Я Я Я вот Пробую Перед вами Я пробую Я слышал Что надо Нажать Контрол Более того Я видел И сам Об этом Сказал Еще Вам Меня так Умиляет Мы посмотрели Видос Вы С чего Взяли Что я Контрол Не жму Надо понять В чем Логика Но на видосе Как будто А Но он еще W позже Жмет То есть Смотрите Порядок Кнопок Он залазит На бутылку Отжимает Все кнопки Жмет Контрол Стоя После этого Жмет Шифт В Вот такой Порядок Мне кажется Я понял Сейчас получится Вот сейчас Должно Продолжение следует Твич Это просто нечто Я надеюсь У меня одного Такие тормоза Сегодня Но по правде Сказать Черт возьми Посмотрите На этот чат Посмотрите На этот чат Ни у кого Никаких проблем Нет Все смотрят Почему-то Мне одному Доступ запрещен На этот Видеосайт Ну и ладно Так вот Я пока Я пока умывался Я вспомнил Почему-то Почему-то Вдруг Вспомнил И потом Сразу же Понял Что Кали-юга Закончится Тогда Когда начнется Сатья-юга Когда Сатья-юга Начнется Когда Эксперименты Короче Смотрите Есть такие Эксперименты Которые Заключаются В том Что Из Человеком Из Хомо-сапиенс Кусочки Кусочки Некоторые кусочки Определенные кусочки Мозга Не скажу Какие Пересаживаются В обезьян Вот Зачем Почему Ну просто потому Что Просто люди Решили поиграть Бога И вот Этим занимаются Там То ли это В институте Макс Планка По-моему Это и в Германии Делали И китайцы Тоже этим занимались И Зачем Просто вот Чтобы Просимулировать Эволюцию Или вроде того И пытались Пытались С неизвестными Результатами Достоверно Неизвестными То есть Есть какие-то Конечно Резюме По поводу Этих опытов И все такое Но Достоверно Мы не знаем Что там Произошло Вот Промежуточное Звено Между Человеком И обезьянками Вот В Китае Прямо говорили Прямо заявляли Ученые Что Зачем мы Это делаем Для того Чтобы Использовать Этих обезьянок Как Рабочую силу И вот Тогда Начнет Сатья юга Тогда Мы все Будем просто Медитировать Бесконечно Когда В качестве Рабочей силы У нас будут Вот эти вот Человекообразные Обезьянки Вот Это было бы Классно Жду Жду С нетерпением Когда Наконец Опыты Закончатся И увенчаются Успехом Наверное Не знаю Насколько Это гуманно Насколько Это обезьянно Но Люди Этим Занимаются Люди Людям Это позволяют Наверное Это и будет Победой Великой Победой Человечества Где Скачать Валорант 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 Мне интересно Стал За Какого Персонажа Играет Чувак За Женского Или За Мужского Старейля Я Только Сегодня Для Себя Открыл Что Я Не хочу Женскому Персонажу У меня Селф Инсерт Так Не Работает Она Конечно Более Харизматичная Потому что на чопорная такая у меня такое прикольное выражение лица флегматично насмешливые все такое но когда ты не играешь то как ты себя не очень комфортно чувствуешь она как персонаж харизматичнее но когда ты выбираешь парня он полная болванка но при этом тебе за него более приятно играть вот поэтому я свой старый аккаунт бро бросил и завел себе новую я теперь заново все буду проходить особенно особенно для меня это актуально с учетом того что проебал половину сюжет типа за из-за сайт квест всяких я смесать квест интереснее были чем основной сюжет в итоге я не я я даже не знал я даже не знал кем является главный герой почему он типа главный почему с ним все так носятся оказывается в него вставили в него вставили шарообразную светящуюся золотистую штуку столорон пец я в этот самый ключевой самый важный момент полностью упустила это ужасно на мой взгляд это кошмарно я основной идеи сюжета даже не знал я зато знал как там это проходит всякие разные черт возьми по бочке блин не хочу в аллорант играть билетами так скучно так нет прикольно нет классные нет или да или нет или в майнкрафт флорант или майнкрафт нужно определить свою судьбу нужно дать себе дать себе характеристику культа я не знаю да факин пушит ладно неважно нужно дать себе короче этот фэшн типа кто-то спросит про что ты и что я скажу вот человек который валорант играет он скажешь я валорантица чувак который был старый играет он скажешь я старые лиц и ханкается на про я я просто блять я что видосы смотрю блять я просмотровик нахуй нет я что разрабатываю программное обеспечение нет я играю в видеоигры тоже нет зачем мне играть видеоигры когда это могут делать другие disney 102 далматинцы пиздец блять вот смотрите какое зло это игровые ауки во что приходится играть человеку 102 далматинцы поэтому я только просмотровые просмотровые ауки запускаю а где видеоигра игры нет нет игры есть фильм только хотя я бы наверное и игру игра 102 102 чего далматинцы а видеоигра где пятнистые спасатели компьютерная игра что предстоит человеку ему предстоит вот это вот блять изнасилование аудиальное визуальное просто жесть просто кошмар просто пиздец и кто знает кто знает когда она сколько времени на займет прохождение другое дело когда те заказывают видео или или кино кинцо кинцо структура цо вот ты прекрасно знаешь что ты за два часа стреляешься тут еще не факт тут не факт тут может быть ты будешь три часа пороться в ком нибудь забагованном месте потому кажется что оно непроходимо на windows 10 придется ставить windows 1 и пытаться пройти это здесь или на пыли вообще перед перед приходить на playstation 12 не знаю где-то тебе найти нужную эту приставку там заставить ее транслироваться в твиче и после этого еще сколько меня не было не было ты уснул нихуя себе как ты как ты смог как ты посмел как ты посмел тебя не было пока тебя не было калиюга прошла и началась сатья юга наконец все можно на работу не ходить можно отдыхать и медитировать 100 дней подряд короче смотри сейчас такая тема такой дрилл я выбираю себе направление карьер то есть про что я буду либо я буду валорантиц либо я буду стример который смотрит видео с рукой у своего лица просто либо я буду что еще популярно нахуй все я не знаю просто что я на стримах делаю он за парня играет based based парень играет за парня круто всем это максимально self-insert так куда себя вставить чтобы было хорошо чтобы было нормально чтобы было нейросамо может быть по ней нейросетью стать какой-нибудь ёбаный в рот или в политику перейти политика смотрит или макс нет макс по интере это не популярная хуйня бать томата съел я знаю этого парня он на гитаре играет и у него был шанс иметь сейчас как минимум 500 зрителей но но проебал он сознательно отказался но кстати голос него послабее стал он как будто бы я не знаю под транквилизаторами обратно кстати знаешь такого голос похож на доктор лейкера сейчас немного макс дик пейн он блин он был более угарным каким-то вот он прям артист артистом артистовский чувак был прям старался очень на своих стримах на бицухи на столе на работе на уснул на бицухи на столе на работе хорошо когда есть бицухи на которых можно лечь и поспать реально уснуть взять и на помощь животным сбор идет замечательная игра макс пейн крутая крутая классная у меня первая часть установлена зачем-то не играется не играется у меня первая часть хотя сначала я как сел сразу провел там 500 часов 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 сразу залпом прошел несколько миссий был полном восторге как и обычно бывает потом после этого просто уже не могу больше запустить почему-то все видеоигровая импотенция называется ваш дофамин кончился вы больше не можете получать дофамин квота на ван дофамин у вас и стекла поэтому имейте имейте ввиду что вы больше не получите удовольствие ни от чего кроме кроме тяжелых нарков я получу удовольствие знаете от чего от видеокамеры которая хорошо себя ведет и волос который хорошо себе ведут все так вот так вот чем сказал сказать хотел сказать где скачать valorant бесплатные без наеб он есть он есть в этом самом в том ну в этом в лаунчерах он в гламарте есть valorant интересно сколько прошло между сообщениями до хуй знает не больше получаса я думаю ну тебя вроде время должно показываться тебя должно показываться время так блин а я испугаюсь а вдруг если я буду играть в valorant зайдут про и скажут а почему у тебя брелки не висят на твоем стволе почему у тебя было нет раскраски крутой почему ты да почему у тебя сенса неправильно настроена ты должен по-другому играть вдруг профи зайдут скажут что я непрофессионально веду себя правильно я буду унижен максимально не скажешь хуй ты не на плате не играешь блять а в лягушатнике своем прыгаешь с нубами нет конечно нет так не пойдет не хочу быть униженным кто кто может унизить меня в категории общения никто не скажет мне что я некомпетентен здесь тушь никто не увидит что я некомпетентен категории общения переполнена ладно я я думаю я думаю такая я так полу в полупсе то полу сня с мобилы не показывает показывает мобилы были ну короче да минут 30-40 порой если ты дремлешь засыпаешь тебе кажется что прошло очень много времени на самом деле если посмотреть на часы и более-менее прикинуть даже если не знал сколько времени я тебе могу сказать что в среднем дрема длится вот 30-40 минут максимум час не больше для дневного сна час хватает более-менее 40 минут хватает так вообще пять фаз сна можно пройти в принципе за 45 минут конечно это индивидуально но тем не менее можно отдохнуть за это время вот меня зачастую часто вырубает среди дня но в принципе в среднем а среднем на 40 минут я в полу я в стене я в полу стене я в полу с ним я в стене с ним хе-хе че-хе часик ну нормально часика ночи 40 минут днем и ты ты успешен и все у тебя почти два часа есть что еще нужно человеку в этой жизни особенно если это твоя первая если от твои первые сутки без сна просто ловишь гипоманию и хорошее настроение кто будет правда усталость но главное что хорошее настроение все-таки будет в течение дня и ты будешь даже более продуктивен чем если бы ты хорошо выспался но ты 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 поплаты и за это поплатишься ты будешь расплачиваться тебе нужно будет хорошо проспаться после этого еще еще там давайте я еще немножко по скролли твиттер вот но так сделаю тоже не хочу пока в хитмана привыкли переходить я в хитман наверное через полчаса через полчаса через полчаса будет 20 через 15 через 10-15 минут наверное вот максимум типа того вот пока не хочу что-то не хочу видеоигры играть хотя хотел эти безумные новинки ценить да вот кстати я мог не гугли даже дату выхода этих фильмов тут сразу в меме мазафакеры ночью 21 июля после того как посмотрели пингеймера и барби осознают что не за что в этой жизни больше держаться literally me literally you literally who literally silent hill main character где нормальных мемов не будет короче да you can't unconditionally love everyone look inside heart unconditional love is for all beings вау прикиньте если вы загляните свое сердце вы обнаружите там unconditional love вы думаете что обнаружите там безусловную любовь для всего сущего но на самом деле там будет вот это чуть за хуйня я скачаю на всякий случай а кстати сегодня пятница ребят сидишь пятница да да нет сегодня среда еще но среда тоже повод вести себя вот так вот с попугаем на плече с детства на говорится попугаем на языке попугаев это как попугаи которые говорят с людьми на языке людей уморительно кто кому кто кому попугай кто у кого на плече сидит кто кому на плече хадукин шиза сед юр брокен хадукин блять хороший мем прикольный мем но он тип ну остроумный но не смешной к сожалению где-то кто пойдет в кино на файф на этот фрейдис к этому аудитории будет интересно наверно бы из сигма мэлс да сегодня выгодная среда в спир мега маркете погодышли товары смотрите у меня куплено все что у меня есть все что не надо у меня есть у меня есть гречка у меня есть перловка все мне больше ничего нахуй не надо конечно понимаю выгода выгода заставляет тебя тратить деньги которые ты не потратил бы не будет и выгоды если бы тебе не бросили типа и идем покупать нахуй у нас выгодно сегодня но тебе нахуй ничего не нужно с базированная фундаментированная стратегия заключается в том чтобы покупать только то что тебе нужно когда тебе это нужно они якобы там впрок или все такое потому что когда-то проку покупаешь съедаешь все ранее чем если бы съел тогда когда купил бы так в тот момент когда это тебе нужно было бы вот и потратил бы ты меньше потратил бы ты меньше хотя блять я согласен в целом что оптом дешевле типа закупить гречки до пи до охуения просто по я не знаю там за 800 грамм если гречка 25 рублей стоит вдруг ты видишь такое конечно надо покупать целую коробку блять просто мешками нахуй это все вау shadow wizard money get мешками нахуй брать и забирать это все но к сожалению вот я например так устроен что если не контролирую я если у меня в буфете все это гречка есть нахуй я и съедаю и уничтожаю в период максимально краткий вот так бы она мне нахуй не нужна была эта гречка в жизни никогда но раз уж она есть я ее буду жрать просто потому что она есть почему-то у меня мозг так устроен и это плохо это значит что я тупой и ну типа у меня гастрономический интеллект очень низкий вот если мы говорим про интеллект про эмоциональный интеллект давайте скажем про гастрономический интеллект у меня он крайне низкий я блять не могу а я помню я на этот момент делал ритм пуп это смешной момент где чувак танцевал самом деле вы убили нахуй он падал а я заставил его падающие тел танцевать короче туда закупайтесь блять не будьте долбоебами оптом дешевле и даже не пробуйте спорить с этим если вы не обжора конечно которые реально вот как я терпеть не может когда в буфете ты какой-то запас есть я терпеть не могу когда кит запас есть я хочу это все никаких запасов нет если у меня пусто о это же та самая игра которые блять и сколько она стоит нахуй я хочу ее мне она нужна лайвлик и поэтому шучу и микрофон у всех господи блять я бы хотел потратить свои финансовые накопления на это но я не могу себе позволить хотят поскольку там 700 700 рублей battle bit remastered стоит сука банная игра блять в сборе мегамаркете нет скидки на эту игру пиздец просто видеогейм мои мечты единственное что мне не нравится это персонажи которые сделаны к майнкрафте нахуй ого стрим по игре стрим по игре и чё где массивный мультиплеер дайте мне как battlefield и хочу чтобы как будто у силы было блять а если она сейчас на хайп поведусь пом поиграю всего три часа и чё будет тогда и пиздец будет через три часа жизни за рефундить уже а вдруг тут механика стрельбы не такая прикольная ну-ка сейчас я посмотрю погляжу велос объективе они потеряли точку блять они реально приятно чувствуется вкусно вкуп прям как в баттлфи нет круче чем баттлфилде как баттлфилд плюс а тарков вау вау я пропускаю я пропускаю охуенно игру мимо себя почему почему все человечество в нее не играет антурнет потому что потом будет сладким так на траве на забавки это не антурнет это на это намного круче блять здесь я тебе скажу 254 игрока на сервере с графики до антерната но с геймплеем из баттлфилд но ты не можешь играть баттлфилд сейчас потому что сейчас баттлфилд никому нахуй не нужен там заходишь на эти сервера не полупустые и там нет войсчата где можно поорать прикольные нет и плюс высокие системные требования и плюс там по моему максимум 64 игрока если до 128 там не подняли вдруг каким-то чудом но если подняли то тогда прикинь какие там будут системные требования но поскольку последний баттлфилд провалился кто-то должен занять его место и это оно это то что нужно сейчас людям то что хочется мне я пиздец как сильно любил баттлфилд 3 просто бесконечное количество часов ним проводил и все эти часы они были полны радости и приятности если бы еще здесь было частично разрушаемое окружением сейчас уже нельзя баттлфилд 3 вернуться там два сервера буквально живых сука дайте мне я не знаю что нибудь бесплатные выходные какие-нибудь они кстати даже баннерами своими косят под баттлфилд как в меме kidney failure там где этот мужик из баттлфилда идет и у него наполовину оранжевый силуэт вот из баттлфилд 3 обложка вот чем хотя я принципе могу купить помогать фондуть хотя не знаю сейчас рублей рефандит вообще или нет ранний доступ суппортер эдишн она потому из раннего доступа выйдет еще дороже станет хотят короче я добавил лучше себе в да блять и когда я себе смогу позволить эту хуйню наверное ну чисто хотя бы морально психологически потратиться на эту хуйню 700 рублей тогда она уже не популярна будет никому не нужна но если ее покупать то нужно будет пока она в раннем доступе а потом она подорожает сто процентов я это вам говорю как человек который является организатором раннего доступа но пока в списке желаемого блять очень хочу очень 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 то да 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 всем дайте мне дальше twitter пролистать мой сука почему тут стрим открылся его и барабанат как вот bf4 есть онлайн подку знает мне четверка не нравится на коричневую какая-то вся ну хотя бы вот здесь тоже коричневая но до четверка вся коричневая нам учет в ней не то говорят классно весело круто но я играл в четверку после тройки мне после тройки она не понравилась совсем people говорит что типа четверка классно круто и весело хуй знает тройка круче четверка смотри четверка она какая-то пластмассовая более пластилиновая менее рафельная и такая рафинированная вот как рафинированный сахар тройка более хаотичная и веселая вертолет летает падает взрывается в четверки какие-то коридорные карты более не знаю мне не понравилось и плюс там оружие по-другому совсем чувствуется и перемещение персонажей плюс графин там хуже я базарю эти технические требования намного выше но графин хуже как в фоллаут new вегас блять серьезно вот в стиме пару лет три наверно года назад были какие то ли бесплатные выходные то ли просто распродажи бы я купил battlefield 4 пришел поиграть мультиплеер немного я рефан ну через 20 минут мне блевать хотелось хотя я я блять обожаю эту механику которую они там выдумали но в четверке там просто геймплей на на не работает они что-то сломали персонаж что ли не так чувствуется то ли его факт даст болт туре импакт от оружия то ли еще чем вот я сейчас посмотрел в блять батлбите импакт от оружия ничего такой вкусный классный прикольный хороший уважаемый и респекту бельный вау это же это же это же вдохновлено той самой видео игрой со свеча уход жаблинский games выпустила заявление ребята вы видите новый трейлер фнаф вы вы видели новый трейлер наф я джек блэк кстати но онлайн там есть в тройке мест онлайн в четверке есть онлайн в единичка единичка кстати тоже неплохая ты хотя многие почему-то ее ну типа не любят но она очень веселая она такая же веселая как тройка и она веселее четверки энджер до паблик сэйфти фокореза роги уэс милитари ассет она дейнджер до паблик сэйфти но радость деплой грипа дрон единичка еще играет тоже вещь там летающей лошади блять о велкам тукок сити и блять ненавижу эту хуйню чуть-чуть застает на котором я сижу блять почему здесь такая параши играет на кончено долбоебическое еще могу сбли сказал как будто бы прежнего мало о может про может в roblox пойти домогаться до детей 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 и детей их их родителей талант популярный name the artist интересно какой артист мог бы быть столь же популярен насколько блять комментариев мало всего комментария в 1773 там все говорят иди нахуй я годноту не полю это называется гейтки пинг это называется кейтки пинг когда ты сам потребляешь контент код какой-то хуенный контента чувака не особо популярного но никому не рассказываешь об этом чтобы быдло не спарила вот на имиджбордах такое было популярно сейчас популярно вообще везде называется реально гейтки пинг если вас называть гейтки пирам это это нехорошо это уничижительным и чё ми а с.ф. где чё нет нет это не годнота нет это не годнота это не годнота они не палят годноту они права не просто сама пиаром занимается сука они думают что не таланта они рисуют как 4 клетки и при этом рисует фуре фу фуре ри не очень красиво они фреть я не знаю как можно говорить что у тебя вот такой вот талант с такой рисуешь вот настолько высокий талант где она все посты сейчас этажна досмелится еще сказать что вот смотрите как у меня длинный высокий талант ха ха вот если бы популярить и тут смотрите в комментариях находятся люди которые если сама пиаром занимается то у них популярности талант примерно на одном уровне возможно популярность выше sonic умер кстати про это вышло видеоигра вы можете в нее поиграть ее вышли это это не прикол это правда расследование смерти сука соника или типа того или марио умер я не помню кто умер издательство nintendo if you love satanas keep scrolling if you love jesus лайк и джейр милые животные интересно как как называется тапок ту туфель туф туфли туфлер туфлечка туфа лёшечка унижение птиц прямом эфире мне кажется я доскролил до конца всего интересного нет неправда пора на работу пора в школу пора в шарагу ми кэжили ватчинка муви ми вен я когда просто смотрю мувик и и я потом рекомендую это все смотри какой мем классный сигма мэйл ирони мне просто смотрю мувик а потом я рекомендую его с ума сойти он смотрит а потом рекомендует все одно не работает а я не мем удалили потому что он не оказался популярным интересно блять не помню чтобы я на это подписывался ту ангери он слишком он он слишком злёй вот это смешная мем доктор когда делаю так вам больно прикольная игра была прикольно было классно весело проходить ты одна из них многих которые я прошел просто от начала до конца хотя там конца собственно особо и не было ты просто доходишь ну там финала не было вот что то чтобы конца конец нормального финала конец это был сука не могу понять чего мне сильнее болит поясница то что сижу здесь и стримлю ли зуб по рандомным причинам всякую вырус не зуб пока это сделаю паузу на вырывание зуба а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я видел стримеров, которые Валорант играют просто, потому что, видимо, это Да, ну, ёбаный в рот, а чё Так, как? Почему? Лига Легенд? Ёб твою мать Что не так с этим миром, нахуй? Ага Я бы не хотел находиться ни в одной Из этих категорий, ну, кроме, наверное Хардстоун, но Хардстоун 28 тысяч, это не Благодаря игре, а вопреки Тому, что игра Она не популярная, никто смотреть Не будет, Майнкрафт 38 тысяч Но я представляю, блять, кто там придёт Нахуй смотреть стрим, ёбаный в рот Мне такое, мне такое счастье Надо, а, о, смотрите Он ещё привередничает, он ещё против Майнкрафта Чё-то сказал, вот сука, вот скотина На самом деле, прикольно Прикольно, если в онлайне Играть, спорт Настольные игры, блять, у меня теперь Нога заболела, сука Из зуба перешла в Коленный сустав левой ноги Ёб твою мать Аах Дик 1 не работает Старел, кстати, на удивление 27 тысяч, а где Генш Гошняк, блять Почему всё? Все забыли Гошняк И как я сказал, это Андерграунд Теперь можно стримить И не шкварить И тебе никто не скажет О, ты шкварён О, ба-баби-баби Никто тебе ничего против не скажет Потому что это Андерграунд Это Индия конечно куда себя вставить хитмана нет нигде заметьте блять хитман никто не играет я один я подниму хитмана блять с колен нахуй он будет в топе спасу эту игру прям щас запущу и спасу нахуй counter strike у глобала фэнсифа 2 когда выйдет когда 2 выйдет тогда в лоранту идет наверное я не знаю что будет я не знаю что будет я не знаю что будет ну-ка дайте посмотрим просто насколько интересно блять наблюдать valorant бавуля дедлог а по-русски мне это new season новый сноучат ноу и мать новому 6 блять 430 зрителей чё я вроде по-русски поставил почему русские еле акт но вебкам бусте заказ song я чё-то не вижу популярности особо может быть это ну типа среди русскоязычных тут какой-то порожняк а чё но вот я занавеску раскрыл а тут порожняк в лоран хуйня получается на с хуле не по-английски пиздет блять еще неправильно чё за кринж новые агенты режим восклицательный знак а верим гигачи не хуйня залупа порожняк пиздец дрань и твы блять еще прямо в к веб-камеру дфу долбоеб ебаный блять слюну свои убери нахуй с объективы хуесосина сори блять без негатива нет я не пойду валорант это залупа блять и играет в нет сука конченый люди которые просто клюнули на то что валорант якобы популярен но тут блять накрутка это нахуй пиздец блять явление зрители не любят валорант твич любит валорант но зритель не любит его очень думаю блять пиздец нахуй тут не надоело мне врагов вывод не надоело мне блять врагов наживать сука теперь меня будут ненавидеть хейтить любители валоранты главное чтобы меня любили любители и хитвана блять потому что я и сейчас его запущу сейчас заценим эту безумную новинку все без без каких-либо там промедлений я включаю сейчас эту это будет здесь обязательно сейчас если найду ярлык если вообще мне эта игра установлена хитман даже не установлен наверное ёб твою мать и я этом байли байтл сколько папка весит ну-ка 72 гигабайта да нет вообще-то установлен на пересменку сделаю через три минуты через три минуты хитман все точно обещаю безумная новинка будет здесь в чем не еще какие игры из моим хитман чем можно было поиграть тыц 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 team трасс два тыц тыц был секс самый первый блять как бы хотел бы застримить если бы вот вот эта блять игра мечта люблю ее так плэн скейп у меня есть оказывать слову блин так бесило бесит что раньше в рпг по типу плэн скейп и всяких поистовательный рпг где много много-много-много читайте теперь навер в интернете и все такое вот например в плэн скейпе боевку просто прикрутили потому что не представляли здесь вообще не должно было быть боевки на самом деле игра без него по отлично игралась бы и тирани какой-нибудь и и многое многие многие другие за метрические рпг замечательные которые были очень сильно обремененные боевкой они они могли бы без нее выжить отлично но просто тогда мавитоном считалось мавитоном считалось сделать изометрическую рпг где тупо квесты на на социальные темы добудь принеси найди договорись и все такое и без боевки считалось что типа это весело на самом деле боевка это не весело он нихуя нас в таких таких играх это просто скучно это обременительно и ты в тупую тратишь время вместо того чтобы впитывать в себя эту вкусную историю который игра рассказывает люди просто не знали что оказывается можно без боевки сделать а потом вышел этот ваш дискоэлизиум но что-то за ним никто не повторяет почему-то без боевочные рпг шички никто не повторяет вот до хитман вроде реально есть вроде реально я попробую запустить сейчас если дропнется стрим то я его не заведу уже где он лаунчер еп 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 лаунчер запустился уже что-то уже что-то хорошее есть в этой жизни у меня я если нажму играть нажимаю аккуратно и оно работает игра пылью покрылась папка с игрой пылью покрылась но вот сейчас можно смотреть видеть я попробую захватить игру сейчас секунь блять ебаная игра хуй то блять на коленке нахуй сделаны любимые так бобы 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 добы algum RegThe я не буду все мисси там проходить я буду избирательно проходить только то что мне нравится по какой-то причине так Ну наконец-то Два часа пиздел Ни о чем Только сейчас до гейминга дошло Надо теперь категорию менять Написал World of Assassinations А игра с рейтингом для взрослых Так дети Кому еще нет 17 лет Пожалуйста покиньте стрим Пожалуйста покиньте стрим Сейчас будет видеоигра С возрастным рейтингом Так Так Уповаю на то что сейчас все вылетит Блять У меня такой страх Сейчас безосновательно почему-то Супер вылет Нахуй из лиги Чемпионов Я знаю что черный экран Я знаю я вижу это Я воспринимаю Воспринимаю реальность Какая она есть Но почему-то я ничего с этим Не могу сделать Потому что лох ебаный Понял Ты 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 Валорант выиграл бы Все нормально было бы Что еще какие прикольные миссии были Хитман я по-моему весь прошел первый Да Транспозиция органов Это все закончено Значит Вторая часть Здесь я начинал Финишную черту я закончил Подошел к финишной Трехглавый змей Это че Пакистан какой-то блять Кикистан Банановая республика Че 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 таинственный клиент я бы на курорт какой-нибудь сейчас миссию на курорте и куда же они переместились колумбия наркотики бананы шинги команы картеля торты есть какие-то девки с декольте не знаю подождите блять у них должен был быть другой череп игра кстати не позволяет мне вырвать курсор на второй монитор поэтому я не могу включить сейчас череп черепундель свой горящий вот этот череп должен был быть нет наверное это не то что я хочу на проходить не хочу в колумбию дальше погоня за призраком ты прям трехглавы змеи здесь пальмы другая жизнь вот это прикольно мне кажется быстренько на трехглавы змея посмотрел просмотр бритвинг что фейкл местей андар аналис от трейсинг это оригин аспу спик в минтай мы не халли и амбукас грейс топлив тенант темзо поделгарда картел скаунтифит и мюнит из крики фейк айди с вене и он оперативе птики также известный опять милитаризм какой-то не говорите что мне на корабль надо проникать там будет французский на дождь атака нас Ваня Ша и Каньевест. Ну все, я вижу. Я посмотрел на карту, мне тоже не нравится. Тогда я выбираю другую жизнь. Все, тут можно уже без... Господа, давайте обсудим план. Вот это вот, вот это, мне кажется, интересно будет. Виттлтон Крик. Это же прямо как в Хитман Блатмане. Ебать. Прям то же самое. Прям как будто бы та же самая карта. Как будто взяли и вернулись. Вау. Вау, вау, вау. Надо спланировать тщательно все. Другая жизнь. Янус и Нолан Кэссиди. Персонажи другие, правда. Так, удавка, монетка. Это пригородный костюм. Какие еще? Траурный костюм. Давайте, пускай такой будет. Так. Виттлтон Крик. Гриль вечеринка. Можно... Ебать, тут гриль вечеринка. Здесь дезинфекция. Сборщик мусора. Стройплощадка. Пригородный знак. И что еще? И бог знает, что еще. Найдите подсказки. Так, все. Куда мне что положить в тайник? Перекусить что-нибудь. Петерброд. Сэндвич. Я не могу это сделать. Я не могу положить в тайник. Мне говорят, вы недостаточно. Вы недостаточно. Блядь. Тихо-тихо. Играть. Все, попробую так. Должно быть круто. Должно быть классно. Должно быть интересно. Весело. Посмотрю. Посмотрю, как пойдет. А если не пойдет, что делать? Сладкого захотелось. В основном. Но не только они. Но я бы не сказал, что эти телохранители делают дом неприметным. Текстурки-то не прогрузились. Плохо. Плохо и нехорошо. Янус поможет нам избавиться от провиденств. Найти зацепку. Перебив всех к хуям драным. Как мы это делаем? Как будто мне графику скрутили. Высосали графику из игры. Реально. Реально. Высосали. Высосали. Игра уничтожилась. Как будто видеопамяти не хватает. Ну, потому что я майнеров нахватал. Вот поэтому. Все и происходит. Все поэтому и происходит. Сейчас я повырубаю. Несколько разных... Я не знаю, что вырубить еще. Могу трансля... Разве только трансляцию в ВК. Блин, это будет потеря-потеря. Если во второй раз... Если во второй раз не запустится, сука. Я сейчас заплачу. Я на грани того, чтобы получить... Эмоциональный брейкдаун. Брейк-брейк-брейк-брейк-брейк-брейк-даун. Брейк... Сюжет, вторая часть, другая жизнь. Дайте мне, пожалуйста. Я не буду смотреть кат-сцену. Да, блядь, ты ебаный, ты хуй-то. Джентльмен. Сам ты джентльменка. Так. Подтвердить. Уберите. Блядь. Почему они дают мне нажимать на вещи, когда я не хочу нажимать на вещи? Играть. Просто дайте все. Нельзя. Нельзя сделать одну кнопку играть и получить сразу кучу эмоций. Дайте мне просто дешевый дофамин и все. С одной кнопки. Почему я должен, блядь, ебаться нахуй, чтобы что-то здесь получить, чтобы заработать этот дешевый дофамин? Почему он так дорого мне обходится, блядь? Сколько у меня, сука, нервов сейчас лопнуло. Прежде чем это все произошло, еще и плащ замялся, и графику высосали всю. Все плохо, ужасно. Звук графика. Это почему не на полный, на выкол, выкол, высок. Не, высокая. На самом деле просто я потерял берега. Чё? Несколько важных объектов, объедков было укразено. Камень. Я могу переодеться в камень, если убить его. Не выгодил наверняка по веской причине, вот по Чарльзу. Блядь, не перебивайте друг друга, пожалуйста. Он отговаривается. Да не, мне похуй на политику, я че-то это бы еду. Я Владимир Путин, президент, мне похуй на политику. Вот именно, если бы я был президент, мне бы было похуй на политику, серьезно. Вот получается, это дом, где находится чувак, который дышит баллонами, и которого суперсильно охраняют Нолан Кэссиди. Бывший агент секретной службы и нынешний вестник Провиденс. Его задача защищать Януса. Я почтульон, я вставляю в почтовые ящики, а вам гривенник пришел. Блядь, надо было туда петарду вставить. Ебать, тут даже есть машина с травлей жуков, как Блатмани, или там не было. Я помню, что у Блатмани точно была машина для прослушки. Они сейчас монетку мою заберут. А я тем временем проберусь внутрь. И знаю, каким способом. Так, я телохранитель теперь. Вот и все, вот так вот просто все это делается. Думали, так, закрыть гаражную дверь на всякий случай, чтобы не палили. Я пока осмотрю окружности, окрестности. Включить генератор, чтобы все сюда сбежались, нафиг мне это надо. Я спецагент, я так хуйню не занимаюсь. Автомобильный аккумулятор. Вставить в баги. Нет, это называется... Это называется... Это называется четырехколесный цикл. Четырех цикл. Квадроцикл это называется. Ладно, я не похож на автомеханик, поэтому не знаю, зачем мне аккумулятор. Поэтому я просто выкину его в окно. Перепыхнуть. И тут сигаретница. А-а-а! А ну там может возгореться трава, но трава влажная. Здесь высокое увлажнение происходит. Ебать, он просто в карман М-ку спрятал. Кросс, кроссач. Монетку я свою вернул, кстати, которую положил внутрь. Нихрена себе, у них тут куски пиццы. Такими аллигаторов можно кормить. И они еще и подавятся. Вы понимаете, что вашим куском пиццы может подавиться аллигатор? Я удивлен, что вы, ребята, здесь не занимаете полкилометра кубических в объеме. Поедая такие вот пироги. Запись с камеры наблюдения. Можно я возьму? Вы же не про. Тиф. Ммм, заметка. В доме номер 429. Они хотят, чтобы я прогулялся по домам. Но я что, девочка с печеньками? Я мальчик с печеньками. Сейчас наберу вот этих вот печенек у этих ребят. И буду ходить и продавать по домам. Под видом. Под видом, девочки, с печенькой. Ого, топлица Excel. Здесь написано, что из вашей зарплаты вычли за то, что вы дрочили на работе. Перестать сливаться. Хани Бирос, капитан... Капитан чё? Сахарная лихорадка и пиво. Понятно. Несквик с пивом. Хоть ты палишь, блядь. Хоть ты сверлишь меня взглядом, блядь. Я банку газировки возьму себе. Чтобы быть таким же бездельником и обжоркой, как и вы. Чтобы не взывать подозрений. Бристыц. Чё-то у вас там включилось, ребят? Чё-то газом запахло. Эй, рот закрой свой и глаза, пожалуйста, вместе с ним. Я починил плиту, она не работала, она плохо работала. Было не очень хорошо. Ты где? Хуяк тебе, блядь. Поэтому. Как его называли? Лицона. Блин. Можно его в холодильник? Холодильник, блядь, забит весь пиццами. Спрятать тело некуда. Фарс. Бред. Идиотизм. Куда бы его? В сервер? Нет, в сервер его не вставить. Ну чё за... Хозяйство. Даже, ну реально, мясо упаковать некуда. Позабавиться. Всё сделано. Супер. Я... Как... Я так хорош, блядь. Сейчас. Теперь осталось надышаться газом и сдохнуть. На самом деле, здорово было бы не сдохнуть, а сохраниться. Ручные авто... Автосохранение около пиццы происходит. Интересно. Подтвердить. Блядь. Ааа. Мне нужно вот это вот. Теперь. Нахуй я выкинул. Не надо было выкидывать. Если я прям в окно. Да. В аппарате для дезинфекции нет яда. Ой. Ой-ой. Джиз. Видал там это? Бурлит. Электричество. Я ягода. Съешь меня. Сорви меня. Сорви. Люби меня. Люби. На-на. На-ля-ля-ля. Тащи меня. Тащи. Ночью и днем. Пойдем газ занюхнем. Сейчас я еду сюда. Потом сам. Да. Идите проверьте. Что там у вас какая-то утечка. Блядь. Какая-то газовая. И че? Кого-то зовут Вилду. Вас вызывает Вилду. Та-та-та. Та-та-та-та. Ой. Я могу понюхать чужие мыла. И шампуни. Инсектицид. Наконец-то теперь я могу отравить весь дом. К сожалению. Весь дом эвакуировали только что из-за того, что я сделал. Блядь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как глупо. Как неловко получилось. Затопить раковину. Ребят. Блядь. Тут даже пожара нет. Пожаростойкий дом. Замечательно. Но я тогда вас просто отравлю. И пожаростойкость не... Вас не выручит. Не спасет. Я так думаю. Они могли бы отравить сметаном. Но отравить сметаном очень сложно. На самом деле. Вопреки разного рода мнениям. Нужно надышаться прям очень-очень сильно. Прям даже если вы вырвете газовый шланг. Хотя в принципе мне не нужно это делать. Внутри дома я могу сделать это вне дома. Нахуй. Нужно реально лечь спать на... Я не знаю. Там 24 часа около этой плиты. И 24 часа во сне дышать. То есть метан не так ядовит. Вот. Не так ядовит, как вонючий. Инсектицид. Нелегальное действие использовать. Почему нелегальное? Я же этот... Я же журчков травлю просто. И все. Это отвлекающее средство по-вашему? Нихуя себе себе отвлечение. Да там сейчас тысячи трупов будет. Маленькие жучки. Маленькие милые жучки. И Hollow Knight 2 больше не выйдет. Из-за того, что я сделал. Баночка. Биотоп для лягушек? Блин, надо дослушать. Надо в биотоп для лягушек сходить. Но мне понадобится лопата. Сейчас какой-то козел пришел и выключил, сука. Какой-то выключил. А ну стой, блядь. Дрянь тупая. Включить. Он забрал яд. Ах ты дура драная, блядь. Сиди сюда. Я тебя штаны сейчас сниму и надену, блядь. Натяну нахуй на горло. Где ты дебил драный? Ты мне всю операцию сорвал. Если бы не ты... Я бы уже три раза прошел эту миссию. Сломать шею, замаскироваться. Ключ от дома. Ключ от другого дома. Ночью и днем бросить. Какие вкусные кусты поел. Хорошо. Где мне теперь еще травы достать? Почему в машине нет ничего? Оборудование. Приехал без оборудования. Могу я замаскироваться в нее? Мы на пробежке, мы на пробулке. Топиар, как они сказали. Топинг, допиар, топ. Топиарий для лягушек. Фумигейшн, виспоизн. Тут, наверное, охранникам лучше не работать. Да закройте свой пасть, рот ебаную. Ее не заткну. Частью тела дезинсектора. Теперь я один из вас, ребят, смотрите. Сюжетное задание? Откуда мы успели узнать это? Так, воспользуйтесь зацепками. Ммм, кто-то судится с ним. Хорошее начало. Офигеть, шок. Короче, один из его ребят, которому он доставляет наслаждение и письма, очень много говорит. Я могу переодеться в этого почтальона и выслушать, что говорит тот чувак, которого он упомянул сейчас. Эй, хуй ты, блядь, меня бросил. У меня нога сломана. Такие вот наглые почтальоны. И вы потом удивляетесь, почему их собаки едят. В Америке. Блядь, сюжетное провалено? Почему провалено? Да чё я сделал не так? Адресайт Бетти, Вермант, Крик. Ладно, я верну. Да. Всё, они провалено. Я починил. Дядь починил? Чудесные котлетки. Из одного из охранников. Хватит кидать. Блин, ещё и вечеринка. Блин, столько интересного. Есть барбекю, есть лягушки. Есть почтальонство. Комиссию проходить не перепроходись. Это тот... А, нет, это другой же дом. У них всех планировка просто одинаковая. Ещё и музыка такая кайфовая играет. Канистру с пропаном. С пропаном. С пропаном. Наверняка она где-нибудь в подвальчике. В подвалу ли подвалили? Боюсь подвалы после того, как что? После того, как прочитал былички про подвал. В котором сидела штуковина, которая ела детей, а потом их родителей. Ага. Дезинсектор вообще никого не смущает здесь на этой вечеринке. Хобби не прижилось. Здесь у меня даже нет микрофильмов. Ну, Джейнис рядом с дверью собирают все типы античных меморобилей. Он может иметь роли, или тейп, или что-то, что это такое использует. Я уверена, он будет рады, чтобы выложить вам что-то. Это очень хорошо. Спасибо. Вас снимают, кстати, прямо сейчас на телефон. Если у него есть микрофильм в своем доме, может быть, что-то интересное. Посмотрите. Улыбнитесь. Вас снимает мужик с вечеринки. Найдите микропленку. Прикиньте, кажется, там не микро, а макропленка. Жесть. Вот перед дверь. У меня нет ключей. Отсутствует ключ. Да, будет странно, если я в этом костюме дизитсектора сейчас буду паркуром заниматься. Нужно на костюм паркурщик. Отмычка. На меня смотрят? Нет. Я сохранюсь. Новое сохранение. Можно сделать, пожалуйста, одно? Супер, спасибо. Так. Я отмычки? Нет. Лом. Ключ, лом. Все отсутствует. Как жаль. Еще одно сюжетное задание. Тут просто везде, везде одни и те же задания. Блядь. Везде все разное. Эту миссию можно бесконечно перепроходить. И тут сигарета. Один из охранников выбросил его сигареты через забор за соседний участок. Я их подобрал только что. Янус дышит через кислородный аппарат и охранник опасается за жизнь Янус. Ну, я понял намек. Хочу искупаться. О, нет. Там уже купается аллигатор. Аллигаторович. Вот копать нечем. Нужна лопатка. Я как раз... Подождите, заблокировать нору крота бейсбольным мечом можно. Хватит. Что смотришь? На стрим лучше заходи и там... Бейсбольным мечом. Нелегальное действие. Нелегально вставлять бейсбольный мяч в землю. Блюшку. Клюшку. Выкинуть не нужно. Нет пока. Привет, милый. Он пьет. Аллигатор на водопое. Вот бы скормить ему... Себя ему скормить. Скормить ему баллон с воздухом. Канистра с пропаном. Ну, наконец-то. Так, установите в гриль. Матерь, боже. До гриля еще добраться. Я не могу спрятать канистру. Я не могу спрятать канистру. Не прят... Короче, канистра, которую нельзя спрятать. Не спрятываемая канистра. Я человек-гигант. Человек... Большой... Хитман Капсом написанный. Еще одно сюжетное задание. Болтать с птицами. Можно подговорить птиц, чтобы они убили... Укормит уток. Прямо как Тони Сопран. Медбрат? Ну, не знаю. Не хочу пока. Я сейчас вечеринку с барбекю устрою. Ба-ба-ба-ба-барбекю. А, это кто такой? Не, потому что надо замаскироваться в кого-нибудь. Потому что дезинсекторы барбекю, если устраивает, то никто кушать, наверное, не сбежится. Вот, прикиньте, я сейчас... Саботирую барбекю. Прибегут все-все-все голодные. Женщины, дети. Мужчины. Любители гриля. Любители жареных предметов. А потом бам, и все. Вот красиво будет. Кто-то с вопросительным знаком ходит. Это нехороший... Это нехороший вопросительный знак. Не хочу отвечать на вопросы. Винный погреб. Подсосы. Да, мы познакомимся с ними. Они познакомят нас с другими богатыми людьми. Комьюнити. Вот так вот и комьюнити и работает. Мне надо, наверное, с них пример какой-то брать, да? Правильно? Прийти кому-нибудь на стрим. Так вот, вау, вау. Надо с этими людьми дружить. Смотрите, какая у них верная аудитория. Пири-пири-пири-пири-пири. Какие у них винные погреба. Погреба. Какая у них шляпка гриба. М-м-м. Надо дружить. Так где у вас тут грил? И он тапочки для гриля. И костюм грильщика. Май барбекю шу... Барбекю шуз надеть. Есть песенка такая, которая воспевает американские ценности про барбекю шуз. Мэйбе я сейчас даже ее и найду. Би-би-кью шо-ес. Пиздец. Просто посмотрите на этих дорогих других жителей Соединенных Штатов. Короче, это эквивалент. Эквивалент. Знаете, чего? Какого мема? Эквивалент летней кафешки. Вот. Барбекю шуз. Мне надо такой же прикид сейчас себе организовать, и все будет здорово, здесь будет классно. Все будет супер мемно. И после этого... М-м-м. Кто знает? Так. Верните мне видеоигру. Верните мне мои барбекю шуз. Почему мне указывают туда, что там? Найдите микропленку, подсказки, переоденьтесь с медбратом. Я хочу переодеться с чуваком, который... Барбекю король заляпанный. Какой у него драная лопатка. Смотрите, какие текстуры у перчатки, прихватки. Как у него заполнены карманы. Мы с ним в чем-то похожи. У нас очки примерно одни и те же. Если я сниму респиратор, я и надену колпак, то никто ничего не заподозрит. Ну и что вы пялитесь? Не знаю, чем его можно отвлечь. Покажите ваш паспорт, пожалуйста. Судя по акценту, у вас его нет. Че он докопалась до него? С своими серийными убийствами? Нет никаких серийных убийств. Успокойтесь. Вы че? Параноики? О, пивной мини-гольф. Тянем. Тянем жеребии. Кто вытянет короткий, тот будет лункой. Ладно, надо решать что-то с этой ситуацией. Ужасающе. Еще раз сохранение. Перепихать. Сохранение. Перепрыгнуть. А? Б. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Это был я? кун-фу панда тихо убери убери от меня ничего делать не я не аниме не вне ты почему живой остался сука я забыл как эта игра работает я должен найти микро пленку понятно все они сейчас очень сильно взволновались штанишки намочили ну все идите прячьтесь теперь домик своем я чем-нибудь еще при придумаю сейчас медбратом переоденусь сделаю вам в операции по удалению так заблокировать удаление бейсбольного меча капусты картошки здесь лопату надо все заграбать где-то есть лопата отлично супер и теперь я могу где-то в пиаре для лягушек лечат что там такое было найти себе тихо найти то что было медбратик посылка бесплатные гамбургеры кто-то что-то закопал короче но где как выглядит то место для лягушек в принципе то это огород лягушки что любит наверное им нравятся пруды нужно искать пруды но в каком дворе кухой он носил с собой чертов пистолет мне кажется тут помимо меня еще ассасинов понятно садовник убийца то есть буквально сейчас и выяснилось что садовники это убийца взять лопата все будучи садовником теперь стрижешь брат а нахрена тебе хэкл 9 с коверт сломать шею чтобы не понадобилось такие вот у вас садовники проверяйте блять кого на работу берете возьмут вам дуло вставят в ухо и все кустов на вас драных хитманов не хватает развелось вот серьезно сколько хитманов развелось и в округе папа пипим пам-пара папа-пам розовый грузовичок так моя лопата уже не моя кстати но я могу назвать свои потому что я садовник все лопаты мои чё за барби домик куда я попал мантия 2 охренительный дом это кто рузвельт пеодор офигенно фигена мне нравится здесь вот я наверное остановлю ставлю стрим на этом месте потому что мне уже пора бежать на всякий случай переоденусь так немного хера практики сломать шею тащите так официант дай мне свою ногу пожалуйста я не ненадолго позаимствую ее чтобы поместить тебя в кустец к остальным я ему сломал уже шею или нет подожди на всякий случай лишним не будет никто еще не жаловался после того как я им шею ломал все клиенты были довольны это называется хера практика тут кто-то в кусте еще лежит не сломанной вот так вот ягода набралось как на поле какой плодовитый куст теперь я владею этой розовой комнатой я властитель печенек маффинов и кексов всем на этой замечательной ноте я заканчиваю стрим на этой замечательной ноте я сохраняюсь свободный слот отлично замечательно вот в принципе такой путь прохождения меня полностью удовлетворяет эта шапочка и абсолютно полимый штрих-код на затылке любой кто увидит меня сзади поймет что я серийный убийца вижу огромное количество банок с майонезом из чего делают эти маффины кексы из муки и майонеза объедение ну и немножко молока все я да пройду это когда 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 солнце наверное будет светить ярче чем сегодня когда будет другой день когда будет другая эпоха когда провернется колесо сансары когда начнется новые юга и юга но пока пока